Так, для тех, кто в записи смотрит, это четвертая часть трансляции XCOM 2, попытка пройти на четвертом уровне сложности, на последнем в режиме терминатор, то есть без сейвов, и с парочкой модов от Long War. Первый мод добавляет мутона бронированного. Кстати, друзья, мутона бронированного мы как раз встретили с вами на терроре на прошлом, в конце прошлой трансляции. У обычного мутона 1 армора и 8 или 10, кажется, 80 хп, а у бронированного 2 единицы и там где-то 14 хп получается, или 12, что-то в этом роде. Короче, мы встречались уже с ним, и это был именно бронированный мутон. А вторым нововведением, ну, модом, так скажем, является наличие специальных обилок для лидера вашей команды. Мы до него еще не дошли, но в перспективе, да, они будут. Там был еще третий мод на пушку SVG-шную, но... Сейчас, секундочку, я вернусь на страницу канала, чтобы озвучка работала. Но из-за апдейта в XCOM официального, 3-го или 4-го числа, который вышел, SVG-шный мод перестал работать. Сейчас ситуация какая? Ну, если коротко, то хреново. В плане базы все хорошо, то есть, это инженеры копают, исследования мы делаем, безликого вскрываем для того, чтобы мимика сделать. Но прошлый террор мирных мы не спасли. Там была такая жесть, конечно, с этим безликим, который появился одновременно с паком с бронированным мутоном. Короче, слово за слово, регион мы потеряли. Наш основной регион мы потеряли. На его восстановление нужно 80 разведданных, у меня всего 43. И получить разведданные я могу либо из кашиданных пришельцев, которые можно исследовать за 11 дней. Может быть, даже сейчас переключусь на исследование вместо мимика. Либо, ну, либо операция там за ресурсами. Как-то так. Да, мимика порезали, поэтому я как раз и думаю, что можно приостановить это исследование, он мне особо не помогает. Поэтому давайте действительно меняем исследование и расшифровываем кашиданных пришельцев. Обломки два дня, ресурсы три дня. Поехали. Так, стоп, а может быть мы в штаб тогда вернемся? Разве данные тогда получаем? Там копье, конечно, но нормально. Так, инопланетные обломки расчистили, получили 107 ресурсов. И у нас нет зоны испытаний. То есть надо еще думать, что делать здесь. Пока можно накинуть инжа на расчистку, на следующую. Но реально строить я пока ничего не могу. Для этого, скорее всего, надо будет исследовать... Скорее всего, гибридочка. Гибридочка мне должна открыть три дня всего лишь. Может быть стоит, кстати, гибридку сначала сделать. А кто-нибудь в курсе? После гибридки мне появляется намный жилет, и я смогу делать броню. Но возможно, что зал испытания откроется после того, как я гибридку исследую. Но я не уверен, всего лишь предположение. Кто в курсе? Стоит ли мне сейчас переключаться на гибридные три дня тратить для того, чтобы не терять время в плане строительства? Или не стоит? А, офицеров скрывать нужно. Тоже три дня. Давайте сделаем тогда так. Два патча на ларку вышло, клево. Тут баг правит. Два доктора на приобретение. И три ивента. Задерживает поставка чушь. Прорыв чушь. А вот это, скорее всего, будем слепую пробовать открывать. Материалы игнорим пока. Так, я вернулся после ранения. Офицеров скрыли. Да, зона испытаний. Просто что нужно. Я оптимировал наши current objectives, based on the most recent findings. The advent captain seems to provide a means of stabilizing the link between the local subordinates and the advent network tower itself. Ну, а теперь мы кэш данных пытаемся. А в инженерке пробуем строительство. Мне кажется, на зону испытаний мне не хватит. 125 минералов. Надо сейчас слетать и собрать материалы. Можно на черный рынок, кстати, слетать. Потому что там точно можно это копье получить. Плюс там же спрос обновился. Посмотрим, что сейчас происходит со спросом. Инопланетные сплавы, кэш данных и труп вайпера. Так, давайте. Так вот, сделаем. Вскрытие мэка появилось, надо езать. В том-то и дело, что это вопрос приоритетов. Если я сейчас начну вскрывать мэка... CFM поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Михаил, привет. Привет. Это был не мутон Сенкурион, а просто бэв на броню сработал на обычного мутона. После обновления игр галки на моды надо снова проставить, а не просто обновить моды. Ты их скорее всего не включил просто. Хотя может и баг. Включил. Зону испытания бафаем. Я ей галочки переставлял и обновлял их. Мод и командира должен быть, да. Насколько понимаю, он появляется тогда, когда у тебя там капитаны плюс. Что-то в том роде. Ну что, в любом случае... Стоп, а у меня есть вообще кто-то там остался невылеченным? Кроме Тей. Ага, Титан. Вот его бы дождаться до следующей миссии. Три дня протянем. Будет попроще, если протянем. А, и лидера, говорят. Главное, что я жмешь обновить, все галки на моды сбрасываются. Лидера не будет, там кнопка пропала, которая для командира была. Если партизанка можно прогрейдить, там моды капитаны есть. Посмотрим. Нельзя. Косяк. Че сделать? Или уже не сделать в этом тройничок. Нету моды, говорят. Такая беда. Есть, вернулся Титан. Так. А, новые тройки все равно скоро будет. Ладно, если гуфнемся, то... То так. На самом деле, моды такие. Ну, то есть, интересно, но самое главное, это Рейнмен. Сейчас будет миссия. У меня, в принципе, все живые. Но... Но бонусов по региону нет. Делаю быстрое сканирование. Аватар. Аватар уже близок. Близа гуф, чувствуете? О, разве данные будут. Так, скрытые события плюс материалы. Здесь снайпер, капрал, причем... Сложно и нормально. Блин. С одной стороны, снайпер дороже денег. Но с другой стороны, у меня сейчас фулл хаос по пацанам. И... Одно дело, это 50 процентов материалов, там, 50 процентов от 120, это как бы чушь. А другое дело, это непонятная хрень, которая может быть как террор, более ранний, так и штурм базы, например. Короче, надо брать... Надо брать вот эту вот хрень. Поехали, ребят. Аптечку сейчас не забыть купить. Обязательно. И два бафа на оружие накинуть. Так, а кто у нас на саппорте Титан же с Медикит, да? CFM поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Михаил, просто проверь, как вы. При запуске следующем, что галки против модов стоят. Стоят. Включить их можно в любой момент кампании, не только сначала. Они стоят. Я проверял, и сегодня в том числе. При лаунчере все галочки стоят. Там не галочки, а закрашенные эти квадратики. Ой, вторая же ячейка появилась. Меткость поставим. Вторая ячейка на магнитке появилась. Аптечку делаю одну. Черт. Вместо светошума Титану даем Медикит, потому что у нее есть соответствующая обилка. Вместо... Короче, майкеру даем светошум. Вместо гренки. Ему бы дробовик еще, конечно. А, картичная пушка и так есть. То есть модификатор на оружие у тебя тоже должен быть. Должен быть второй. Быстрая перезарядка. Да, ему-то особо не нужно. Хотя давай. Может быть, второй светошум револьвером. Потому что два хэвика с обычными гранатами есть. Светошум против милишников очень сильно может помочь. Да, нужны... Нужны модификаторы. Правда, снайпер у нас без. Потому что у меня тоже не магнитка. Ну что? Готовы. А почему Тей? Стоп. А, потому что слон еще ранен. Тогда да, тогда Тей. По обилкам. Давайте освежу. Браток сопресит. Тут фантом. Тут блокировка... Нет, не блокировка. Это амортизация, кстати, у Тейки. Револьвер. Милишный товарищ. Ну, револьверный. Пистолетный. Тут блокировка нападения полевой врач. Лейтенант тоже Титан. Хороший. Качать нужно Титана. Проще всего. Нужно следующее звание, чтобы увеличить размер отряда до шести. Вроде все. Поехали. Новый месяц, новые монстры. Вполне возможно добавится. Миссия не такая сложная. То есть там, скорее всего, будет три пака. И около девяти человек. Не двенадцать. Это, кстати, одна из причин, почему я тоже на эту миссию полетел. Потому что она не такая сложная. Ох, револьвер подвис. Ликвидировать врагов и ретранслятор уничтожить. Ну, это как раз вот миссия, типа поезда, когда вы в маскировке, без ограничения на количество, кажется, на ограничение на количество ходов. Хотя уничтожить ретранслятор, кажется, они всегда с ограничением по ходам. Посмотрим. Поправь чат. Слова полностью в строчку не помещаются. Да, вижу. Маскировка восемь ходов. Ох, понеслась. Так, ну, у меня есть Михаил, который фантом, которого нужно как разведчика использовать. Есть ли вышки на взлом поблизости? Это обычный фонарь. Это тоже. И это тоже. Так, а здесь как? Здесь так. Ну, я думаю, что с этой стороны нужно подходить. То есть не ссуваться в центр, а идти вдоль. Вот так вот. Михаил один пойдет более-менее вперед. Ладно, давай так. Отрежем себе кусочек по Вижену. Без овервотч. Роджер. О, там что-то есть впереди. Да, вот она, вышка на взлом. Справа шаги. Кря-кря. Так. Проверяем сразу, что у нас тут по вышке. Солдат run-and-gun вызовет подкрепление к вашей позиции. Ну, типа фарм, но у нас ограничено количество ходов. И если я сейчас прямо это сделаю, то маскировка слетит. Run-and-gun не такой полезный баф, поэтому я откладываю пока вышку. Помню про то, что если все пойдет хорошо, что маловероятно, учитывая ограниченное, повторяюсь, количество ходов. Я, конечно... Да, но так ориентировочно нет. Хочется очень далеко пробежать, Михаил. Вижу мирного. Так, удержание еще курсора в экране нужно сделать. Опять слетают настройки. Каждый раз я их ставлю, каждый раз они слетают. Ну что, прорываемся. Давай. Оп. И никого все равно. А точка уже вот-вот здесь вот. Но это неплохо. Единственное, что я бы... Вот эти вот меня смущают зону, понимаете. Здесь вполне возможно... Тут кто-то, эта зона от него отходит. То есть она явно не от вышки. А если так, то ко мне могут во фланг зайти. О, не надо все равно подходить. Я далековато нахожусь. О, мутон. Тоже два армора и... ХП прилично. Так, тогда давай так. Ты так. Револьвер надо поближе подвести. Пистолетного револьвера. Ну ладно, давай так. Куда пойдут? Ко мне пойдут. Ну это тот пак, с которого надо начинать. Во-первых, потому что Гренко Мастхев против мутона. О, там еще один пак, выше я вижу. Там голова была и... Вот здесь второй пак, вот здесь стоит он. Ну и по... О, готов ли я с двумя сражаться? А тут мирные оказывается, да? Окей. Ну что? Тут маскировка светошум есть. Тей инициирует, если что. Но скорее всего я... А револьвер и так постреляет, да? Надо, наверное, передислоцироваться вот таким образом. Раз. Чтобы освободить еще одно место под фулкауэр и поближе подвести пацану. Да, это сложнее, потому что здесь уже милишники есть и офицер. Но, ребят, мне нужно убивать их. Я ж не смогу передатчик вот так вот по-тихому просто уничтожить. Но, блин, сразу минимум шесть человек. Два из них ориентировочно откалываются сразу же. Может, конечно, ход подождать на овервотчем. Но это будет уже пятый ход. Не, на самом деле передатчик убить не так сложно. То есть он в пределах одного хода плюс выстрел. Ну или выстрел снайпера после гранаты даже в пределах одного хода. Так что, скорее всего, я действительно сначала посмотрю, как они будут себя вести. Еще чуть лучше подготовлюсь к... Что мы поехали? Нет, какой он? Может быть, они ближе подойдут, а те уйдут наверх. Это было бы идеально. Отходит ближе ко мне, так? А те что? А те, как были, так и остались. Ну все, этот ход... Этот ход мы начинаем. Укрытий нормальных нет. Для одного. А я только его и хотел на овервотч поставить. То есть эти двое... Граната плюс светошум. Браток овервотч. Титан вроде тоже овервотч, но сначала нужно в кого-то кинуть протокол. А в кого ты будешь протокол кидать? Точно не в этого. Скорее всего, в Хэвика. В Тейк надо кинуть протокол. Помощь, потому что она первая с... С... Проявица. Капец! Не забываем еще про то, что аптечки есть. Протокол защиты пошел. Тут овервотч, но он же через окна увидит. Да, кого-то там точно увидит. Это под светошум оставляем. А револьвера... А револьвера под выстрел одиночный. Там, возможно, придется добивать людей точечно. Короче, пацаны... Работаем. Здоровенный мутон. Сразу минус один. Мелкие, четверка урона. Спалили всех, кроме штурмовика. Штурмовика могут, на самом деле, обойти. Ну где овервотчи? Так, все спалили. Капец. Никто из двух-трех оставленных на овервотч? А, нет, вот пошло. По офицеру. Браток стреляет. Попал на пять, хорошо. И все? Да вы издеваетесь. Так, револьвер должен руками добивать вот этого флангующего. Этого милишника надо задевать. А, там два милишника! Оооо! Тогда, скорее всего, руки молнии и два светошума Потому что иначе это жопа Извините за французский То есть один светошум кладется вот как-то так Даже пусть на одного милишника и мутону А второй Да, этого пытаемся 85 добить руками молниями Хорошо Пошла жара Сейчас будет опция кинуть светошум Но точно нужно закрывать вот этих вот двух То есть, да, выбирая между Конечно, надо... О! Не достаю, чертова клетка Видите как? Ну офицер-то ладно, он мини-опасный Первый светошум пошел Такая дичь Не, можно, конечно, Михаилом пойти в атаку Но это... Это очень плохая идея Лучше его задизейблить С богом, пацаны Мутон может кинуть гренку Потому что, хоть и режется рейндж броска гранаты Но я же нахожусь очень близко Поэтому сейчас может вообще все закончиться очень плохо Гренка в троих Долетит До свидания Протокол Протокол, фул кавер и флешка Мутон свое отходил Машина не горит, хорошо Вот этот метку сейчас будет ставить скотину Поставил метку на бронированного хэвика И стрелять, соответственно, будет по нему же Там фул кавер Протокол 30 Наверное у него... Что, попал? Попал! Два хита снял Овервотч и... Стрельба по тейке Вот как я угадал с протоколом помощи На тейку И по ней два выстрела и два промаха Ну, уважаемые Мой ход с одной стороны, но с другой Во-первых, светошум закончится... Во-первых, у нас есть овервотч Про это не стоит забывать И специалистам надо либо... Нет, скорее всего здесь будет гренка вот так просто Чтобы дальнего добить И у этого овервотч снять Я буду его укрытия снять Может, лучше так даже сделать Чтобы было проще добить Того мы и так добьем Учитывая то, что у него... Нет, стой, думай Какие еще варианты? Револьвер Выстрел из винтовки Один Нет никаких целей Есть протокол нападения Только протокол нападения С гарантированным Уроном единичком Нет, слушайте, хреново Хреново, хреново, хреново Сапресс Сапресс еще есть Сапресс, в общем-то, делает то же самое, что и светошум Даже он лучше светошума Потому что светошум штраф на тридцатку делает А сапресс на 50 Но сапресс не запрещает пользоваться обилками, кажется Только ограничивает рейндж тех же самых гранат А светошум, кажется, полностью запрещает Так, еще четыре хода, блин Значит, самый ни в чемный здесь у нас револьвер в такой позиции Он реально сможет выстрелить только по одному Выбирая между тем, по кому стрелять Ну, то есть, вот тот товарищ за фулкавером Если мы кавер снесем, револьвер что-то полезное сделает Или мы оставляем револьвера на овервотч Для того, чтобы он попытался отстрелить человек, который будет подбегать А он будет подбегать Либо этот, либо этот Смогу ли я, в принципе, уничтожить всех четырех за один ход? Хрен из два Сюда гренка одна Только для того, чтобы добить одного Снять овервотч второго И снять у второго там три-четыре хита И что, его нужно будет на пятерку кем-то добивать Вторая гренка, скорее всего, должна лететь снова по мутону Для того, чтобы убирать у него еще единицу армора И только после этого мы двумя оставшимися каким-то макаром должны добивать мутона Нереально Даже вот этих троих убить за один ход Здесь у нас гарантированно вот этот чувак побежит Светошум не дает бить мели, зато... Ага Спешишь, чтобы закрывало трех флэшей Возможно, двух миликов одной было Нет, нет Я не внимательно смотрел Не закрывало Не закрывало К сожалению Так, есть еще протокол Протокол Протоколом, типа, можно добить того товарища И снайпером не тратить ход Надо будет только перейти наверх Ну, короче, я практически не сомневаюсь, что нужно кидать сначала гренку вот так Или вот так Укрытие Не, ну тот-то мини опасен Его даже можно забить, а этого точно надо убивать Как и мутона Снимаем овервотч Данесим урон Снимаем хп Второй хэвик ориентировочно либо делает вот так вот Либо сопресит Мутона Но сопресс мутону провоцирует на гренку Конечно, могу разбежаться И, возможно, даже должен разбежаться То есть, типа, Тей, например, подставить Так, а кто может Может фланганем мутону? Смотрите, тут дверь есть Да, только мирный Но мирный может уйти Вот реально, с фланга обойти мутону Это вероятность крита неплохая Тогда протокол, правда, нападения не смогу использовать Но, мне кажется, это правильный ход Так, а может я через окно его буду уже? Да, но через окно ты будешь? Не, не факт Эти вот окна с зеркалами То ли со стеклами Нет, лучше вот так вот Заходим Так, мирный ушел, хорошо Открываем дверь Смотрим, что по вероятностям 90% попадания 40% крит Неплохо Но для начала, конечно, лучше снять у него еще армор Опять гренкой, да? Подожди, а ты же А, у тебя нет обилки, которая снимает Так бы я мог с фланга тоже хэвиком обойти и пострелять Так, это у меня магнитка или не магнитка? Картечная пушка Вроде да Какой урон, скажите? 6-8 Слушайте, а может я тогда вот так вот вообще зайду? Просто пофиг на кавры, если у вас фланга Потому что у меня модификатор на крит есть десяточка И я теоретически могу его ваншотнуть Даже если не критану, я могу его ваншотнуть Учитывая 8 урона То есть вероятность, что я его убью С учетом, допустим, 50% крита с такой дистанции Заключается в... Одну треть берем с попадания простого без крита С уроном в восьмерку Учитывая разброс Ну, один к трем, соответственно И потом еще проверка Ну, то есть события где-то 50% вероятности На мой взгляд, надо пробовать Там может быть третий пак Вот это меня и останавливает То есть теоретически там хоть и конец карты Но на самом деле, скорее всего, пак будет где-то вот здесь вот дальше Потому что слева никакого шума не было И вот То есть смотрите, в чем суть Светошум закончит свой ход после того, как Ну, на следующий ход когда-нибудь ходить На них уже дезориентация действовать не будет Гарантированно, что этот, что этот добегает до меня Соответственно Вопрос только в том, как бы Что я с этим буду делать Как я это буду пытаться Контрить Мутон, естественно, опаснее ввиду наличия гранаты Поэтому, допустим, мы сейчас берем и кидаем гренку Снимаем армор, ориентировочно добиваем титаном, мутоном И у меня остается два человека Это снайпер, который ни хрена не видит Но теоретически новорочи может снять, когда побежит один И штурмовик, который остался слева Фуловый, который может убить этот Ну, короче, да Судя по всему, это наиболее верная последовательность К сожалению К сожалению, я трачу Гранату только на одного мутона Для того, чтобы снести армор И нанести урон, чтобы упростить задачу сапу Так, два урона И армора не осталось Теперь титан 90% Там 7 хитов Если не критонет, то не убьет, получается, да? Ну, то есть Один к трем, что убьет без крита 33 и 40% Давай Лучший крит Есть И лут еще выпал Отлично Мутон гуф Мутоны, как говорится, не страшно Но у нас осталось, соответственно, два человека Которые не ходили И опции Каким образом мы, в принципе, их можем Гасану Ой, 70% крита Слушайте На самом деле мы можем забить на Лео То есть взять, просто подставить бронированную Тей Средоточиться на убийстве вот этого упыря И вот мы Или вот этих вот двух просто убить То есть снайпер с пистолета убивает этого А этот с дробовика подходит немножко Убивает второго Ну, подходит, чтобы было не 71%, а ближе к 90% Но, блин Я могу Если убью этого Лео Если тут такой крит еще клевый Убить его Этого снять на овервотче При попытке подойти тем же самым снайпером Потому что у снайпера сейчас 4-6 урона И то, что он выбит из него пятерку Довольно хорошая вероятность А учитывая то, что снайпер у меня сейчас с точностью где-то 89 82 82 Ну, кажется, 82 это без учета оптики, которая висит То есть 92, скорее всего, точность у него Потому что 88 или 89 было до того, как я левелап получил То есть реально попасть по нему будет Тоже 72 А убить? А убить 66 Если попадем Неподавляемый тон, если будешь двигаться Гренко 100% Да, уже поздно Ну и вот сейчас вопрос Что лучше? А можешь как-то проверить? А как я тебе проверю? Если я того Не убью Нет Даже опасно не то, что я его сейчас могу не убить А то, что я реально могу сейчас третий парк на конце хода спулить Так что безопаснее, если честно Просто нейтрализовывать одного С незначительным там каким-то подходом Хотя, учитывая то, что Короче, нельзя подходить Просто стреляем в этого и все, давай 71 Есть А снайпером я не буду уже О, левелап Снайпером я не буду Выпендриваться Подойду вот так И добью того и с пистолетом Все, и в результате очень хорошо получилось Мы нейтрализовали троих врагов Остался, конечно, здоровый милишник Но тут уж ничего не поделать Вопрос исключительно в том До кого он добежит Попадет, не попадет И сколько отнимет Да, дезориентация, видите, снята И он добежит сейчас Потому что нас паникует Четыре хита Отдыхать будем Да, и нам напоминает про то, что Как бы нужно еще трансмиттер Еще там пак третий есть Короче Хэвиком не хочу Я хочу стенку снять хэвиком На самом деле Но в любом случае Мне лучше подойти сюда Вот так вот А давай Или А, ты не можешь ничего сделать Там же оглушение полухода Тратить ли гренку или не тратить Не, надежнее гренку потратить Понятно, что у меня Не будет гранаты против Оставшегося пака Это хреново Но Не, можем еще один ход подождать Хочется, конечно, подойти Но снайперу подходить Лучше вот так подойти Чтоб точно был вижен На следующий ход Давай Добиваем Собираю лут Да там я пак С высокой вероятностью С пулем Сейчас лучше взять лут Ядро Олери Улучшенный лазерный прицел Yes Любые модули Мне сейчас прям Очень, очень помогают Так, а что делать-то Снимаем сейчас стеночку Или ждем Не факт, что снайпер С одного хода убьет Ты хотел же качать спеца Почему не добиваешь Не знаю Я о другом думаю Это ошибка Блин, так не хочется подходить Вы бы знали Еще инфы нет О том, где кто Хватит Так, вроде тихо Все Сейчас со штурмовиком Подхожу Смотрю, нет ли здесь кого-то Хорошо Ну как хорошо Хреново И придется мне все-таки шмалять Или не придется Я следующий ход же убиваю Вот это архитектура Черт Не, надо Давай, давай гранату Еще сейчас зафейлим миссию Это будет такой Стеночку снимай Просто подходи Хейвиком Вот так вот Потому что, кстати, отсюда уже увидим его Не увидели, нифига И стеночку снимаем Так вот Чтоб сейчас уже начать снайпером стрелять И смотреть, попадаю Или не попадаю Как там стена уйдет Стена вроде ушла Есть Вижу цель Стреляю Так надежно Понимаете 5 На следующий ход добьем Гарантированно Все Теперь вопрос О А, можно подкрепление еще вызвать После того, как мы цель Выполним Не, не буду заходить Не, вообще в этом нет смысла Я лучше спокойно Не рискуя вообще Тут еще подлечусь А где Промахнуться по этой точке Невозможно Поэтому Поэтому все нормально Я не рискую О, браток мог еще пострелять Ладно, стреляем и снайперской Раз Готово Подкрепление на подходе А, вот оно где будет Ну все, готовимся, пацаны Чуть разбежимся Чтобы кавры были Здесь хорошо стоим Вот тут, наверное Стоит уйти за кавры Вот такой Они сейчас на overwatch Так наполучают Да, и сюда тоже за полковр Такая засада Вас скидывают В центр площади Вокруг вас 5 оперативников Отлично спрятаны Эээ, да, все верно. Милишный и два обычных. Светошума нет, надо убивать в один ход. Но Overwatch плюс ход. Ханки, ты пропустил концовку, конечно. Еще записи на ютубе. Так, один лейминг обычный убит. Второй тоже убит. Мне больше офицера интересует. Тоже попали по нему, вообще красавцы. чувствуете экспы так стало побольше сейчас еще к этой подойду сломаю шломаю вышку не забываем что есть еще один пак который типа на карте находится и который может выйти ломаем да просто сбросили пацанов на мясо согласен так нельзя то хотя у них наверняка таких отношений нет есть приказ надо выполнять все как бы так ну я беру самый большой бонус чтобы мне особо не нужен раны успех это называется успех пофармил называется но зато теперь есть с ранган у людей у каждого по заряду рангана вон он мне поможет безусловно о а вот и пак перегруппироваться то ли за домом то ли уже в доме иначе надо подтягивать пацанов могут и выйти уже внутри дома с угла где там окна могу увидеть нет что это а это мирный так силуэт страшно надо подхожу забиваем на кавер а может и дальше процесс задумал хотя угол был такой что может быть на втором этаже этого самого дома я же внутри то не заходил по фактам отдавать агресс ой змея ой капец а и еще один милишный я даже ранган реализовать не могу то есть я милишника не убиваю блин торопился торопился надо было задних подвести сейчас главный не торопиться сильно уже и так поторопился ее мое так но от милишного в общем то мы можем убежать то есть он не добежит до наших змею в общем то то да наверное стоит час всеми просто за кавры отступить кто может и пытаться ловить на овере а в следующий ход с ранган врываться да вот куда этим товарищем убегать что я не продумал можно второй этаж правда прям в дверь встать его не будет видно но если каким-то макаром они смогут забраться они смогут забраться ведь прямо рядом лестнице так ориентировочно тут овервотч тут овервотч тут овервотч тут надо валить ориентировочно сюда но могут добежать сюда подальше но да может добежать если просто сюда добегут меня могут флангануть мне правда в принципе не видит никто поэтому будут бежать к михаэлу да поехали так вот что с михаэлом делать это загадка я буду вытаскивать оттуда на меня милишник будет бежать и короче я мне кажется вообще на третий ярус забираться как-то вот так потому что они тогда меня не увидят чем без кавра забираться а давай так обходов просто не хватит даже у змеи для того чтобы меня увидеть с богом ребят так змея подошла забирается наверх раз опа вервочь дейка на 3 плане не срабатывает сарафином не 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 успеешь был рыбок нет это так михаэл на минус 2 там милишник сейчас будет бежать уже бежит я слышу он он стреляет у кавр так взрыв машины может произойти так ладно того мы с ранган убиваем главное чтобы этот упырь и по машине не попал капец то будет минус 3 не стреляет по-другому 3 а по титану у него и так как бы эти три хита он восстановил так здесь фиксация удушение машина горит скорее всего здесь протокол атаки нужно делать спасать михаила здесь разбегаться от машины что видит револьвер раллера видит всех причем змеи он как бы вообще и на язычах да давай так сделаем сначала он лучше не сделает крит хорошо но не убил отцепил как там михаил сможет сможет 91 с высокой вероятностью здесь скорее всего ранган чем роман ган вот сюда сразу фланг ну посмотрим еще тут тоже ранган сюда и тут еще один ранган слушайте как баф мне помог а так давайте сначала посмотрим справится ли михаил с этой задачей а сто процентов лучше же здоровье то что зачем я вообще мечом хотел бить здесь лучше начать с вот этого милишника потому что даже если домолчать скотина давай браток крит ножи можно кстати его добить инжом протоколом атаки это надежней и тогда я смогу тэй спокойно стрелять по этому 89 то есть протокол не даст возможность гарантированно того добить атака тогда будет поэтому стрелять давай два хита всего это это слабенькое ранение из той ситуации в которой оказался я думаю это шикарно просто просто шикарно отыграли молодцы пацаны я вами горжусь и это все взрыв машины и улетаем 12 человек 12 из-за того что ивент был а так-то их 9 3 ранения тяжелую титану у михаила 1 и еще у кого-то не помню у кого главное сколько отдыхать мы будем ну и левелап конечно не интересует а михаил левелапнулся удар из тени или легкий шаг вообще я хотел бы легкий шаг чтобы соберу очень снимать удар из тени конечно клево хотя это просто ваншот с фантома дали мы выбираем очень по-другому снимаем давайте удары стене серьезно серьезно и легкая капец улучшена лазерный это топовые вообще вероятность крита на 15 солдат в состоянии стресса майкер титан 42 стоп мне кажется в центре нет города легкий шаг не работает не так выразился по прошлой части просто него не действует да мы увеличиваем время восстановления бойцов как бы 42 дня и знаете это лучше 21 но самое главное чтобы эти трое успелек следующей операции 386 а чтобы материально развертаны на всем блогом расшифровку через три дня новобранцы давай как раз нужно учить часа три дня и регион включаем есть 108 данных я жирненько так давайте пилюху потихонечку безликого продолжим мэков еще бы открыть новобранцев кидаем и нужный контакт установить бонус получить на пушки доп ячейка еще материала 83 обломки расчищены реле 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 нет здесь мастерскую надо пилить реле питание можно просто улучшить и попробовать сделать мастерскую что мастерская в этом месте прямо с и назначаем сюда сразу марию шишину 20 дней тут гремлины сразу и в цвд и в новом потенциальном месте в зоне испытаний хотя в зоне испытаний не помню зачем блин дайте мне пожалуйста еще семь дней спокойствия прошу вас а да аватар плюс один это ладно то есть это как бы плохо конечно но может быть имеет смысл коннектиться внизу южную америку брать возвращайтесь пацаны есть двое вернулись везли кого вскрыли илюха илюха так а что я хотел хотел спецов еще понять моя комментатор его конечно понерфили или обломки турели кажется нам дадут не мэк нам даст еще один кэш данный кстати есть данная станция тоже на заготовочку чтобы аватар погасить вайпер гранаты оружие гаусса это только снайперу можно кстати попробовать слушайте оружие гаусса это же и хэвиком тоже не только снайперки но и хэвики хэвиков меня двое или нет нет илюха пофикшен метелик ты не знаешь наверно что патчем было с илюхой он не просто дороже по нему всегда проходят попадания и не считаются укрытия то есть его там хватит на два максим три выстрела стоп у меня второй специалиста есть да но отдыхает один хороший причем есть опция к броне сейчас просто двигаться гибридкой вперед гаусс технологии до гаусс технологии для снайпер на снайпер пистолетный понимаете а хэвики главным образом гренки кидают лучше наверное гибридочку пойти зона испытаний готова о блин сейчас пойдут зоны испытаний зоны испытаний экспериментальные боеприпасы ах тут еще бур пошел с одной стороны бур это круто на 20 дней бур это специалистам на взлом это захват это это кодекс и я лучше наверное боеприпасы и гранатки пофармлю сначала 15 дней время работы им жасим нужно ставить вообще гранаты нужны в первую очередь потому что хэвиком гранаты что там свободный был рейд за материалами пьяный факел операции с одной стороны хорошо здесь очень много разведанных материалов плюс еще у меня люди вернулись в строй почти все ну и этот тип миссии как раз не ограничен по времени стоп а михаил а где михаил михаил что тоже гуф один день стресс короче у нас три хэвика просто потому что есть такие снайпер и сап пусть до специалист аптечки нет и вряд ли наверное стоит ее брать гранат миллион возьму второй светошум улучшение на крит можно взять еще навесить только один этот да рейнджер кому крит нужен вроде как снайперу у него одна ячейка потому что нет бонуса от региона и это пушка не не гауссовская второго поколения может слону поставить у него меткость уже есть нельзя использоваться видимо одного типа прицелы они крит нужно ставить штурмовиком или человеку работающему на сфер близких дистанциях у потом сейчас разведданных уже на данный момент 80 то есть можно еще один регион включить даже без строительства сателлайта этого спутника но судя по всему мне нужно будет справа как раз строить блок для следующего пока спутника потому что скоро количество контактов достигнут 4 и все штурму не надо метко сны так перед их опять металик говорит про какой-то ересь штурму крит прицел дает не только меткость там один дает меткость другой дает крит чем ближе дистанция тем больше этот бонус неопытный ладно бы неопытные советы да вот не давал быть просмотрел он же еще рассказывает про учит как играть страны это как-то так у нас нет человека с маскировкой поэтому поэтому давайте действовать аккуратно разведки такой прям клёвый не будет есть возвышение видим дорогу видимо вдоль нее как раз и будет хотя бы это может быть и база какая-то простая ограничение повторюсь на количество ходов нет поэтому просто просто двигаемся разведываем аккуратно нас послушаем слева слева шагин 2 милишных и плюс офицер я заведу большинство наверх потому что очень важно попадать у в в в в в в Повторяйте. Родяйте. Проверяйте. 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 И они уходят. Я только выстроился на... И там их даже не побомбить нормально, потому что они стоят рядом с иплайем. Так что я, пожалуй, просто послежу за ними. Они вернутся. Слева еще один пак. Возвращаются. Так... Как я буду действовать? Так как, как Гренку, 3 овервотча и светошумный следующий ход. Вот и все. Вот и все. Блин, слева сиктоид, судя по шагам. Так, ну и отсюда-то не докину. То есть надо стрелять вот этим хэвиком, получается, братком. А он тоже по всем не докидывает. Хотя... Докидывает отлично. Так, все на овервотч. Раз. Два. Все-таки три. Пулем этот первый пак. Да ты что? У тебя же получалось, ну. О. О. Работаем. По троечке зашло, никому четверка не выпала. По офицеру, по одному милишнику заряжаем. Офицер минус. По милишнику мимо. Револьвер. Хорош. Минус два. Может быть даже стоит сейчас... Хэйм. 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 Вот не хочет на него светошум тратить, но нужно. Нужно. Поверьте, нужно, чтобы не получить рандомный урон от, там, единицы до четырех. Нужно. Ему не уйти никуда. Ну, может, овервотч сядет. То есть, ему не добежать, ему не попасть. Сейчас мы его мочканем. Опа. А, это взрыв просто. Я думал, там пак потянулся. Кому-то нам нужны уже, наверное, киллсы. Это, скорее всего, все-таки у снайпер ближе всего находится к... Да, давайте револьвером. ЛУТ! ЛУТ! Очень хорошо. И левелап. Все, револьвера больше... Револьвера больше не наливать, хотелось сказать. Револьвера больше не стоит убивать. В этой миссии. Не расслабляемся, всего лишь первый пак. Плюс не забываем про гарантированные подкрепления, как ивент. Собираем лох. Больше, больше, больше бонусов к оружию, давайте. Повторитель. И персональный боевой очень плохой. Десятка. Повторитель тоже базовый. Короче, чушь. Мало и плохо. Так, чуть... Разряжаемся, готовимся. Света шум, ещё один есть. Ну и пачка гранат. Шесть штук гранат есть. как двигаться то будем наверное также в общем то я хочу чтобы часть людей было сверху а кто-то желательно при этом вот тейн вообще нужно посылать на разведку она во первых самые неопытные во вторых у нее ну как в общем то и кузнецов на самом деле вторых у нее армор есть пусть она довольно плотный удар держит опа вот пак сектоид пока один но сектоида по одному не ходят отлично попадание на четверочку там снайпер может из пистолета присоединиться до мили обычный еще выстрел от второго хаеком еще хорошо все минус вообще мы не лишнего флангуем двумя товарищами снизу это раз ну то есть вот вот так вот например если подойти то я думаю что вот так фланга не будет да где он сидит там он сидит на этом уровне вот на этом офига но ты и может подойти вот так скажем и фланга 0 давай все дальше не подходим и так продвинулись немного рисковали это сделать потому что первый ход отлично ты как ретанула кого там я хотел качать не ты не павла кузнецова по второго спеца в общем то можно раз не револьвера да давайте второго спеца протокол нападения язнем милишника убьем а этого наверно просто гасанем с опрессом и просто постреляем только я уйду за кавер чтобы не алё просто стреляем у нас точно сверху а у него полу укрытия это был второй пак перезаряжаемся конечно же конечно правильнее было сначала выстрелить потом сопрессе но я думал что в этот ход я его все-таки не убью чтобы придется очень вы понимаете я думаю надо двигаться абсолютно также то есть ты мы посылаем вперед с гранатами она на разведку там типа идет а все остальные они находятся повыше получают благодаря этому несколько во первых другой угол обзора на продача спалил верхним и как раз те которые снизу получили другой угол обзора вот но еще десятка точности у них бонус поэтому я ты отсылаю дальше надо было правее брать сегодня столько ивентов классных турниры по вариков просто онлайн-турниру которого там тридцатка призовой пользователи поддерживают активно клево корейцы играют китайцы наши а папу пусть поле пока этот парк попроще чем предыдущий по составу милишника нет но я очень нагло вышел вперед и ты подставил это может быть не последний пак о револьвер кого-то видит хорошо 90 общий вид а мы можем еще не главное дальних убрать а дальнего совсем дальнего не вижу посмотрите здесь какая ситуация к сожалению сразу револьвером стреляю потому что 90 процентов человек который стреляет опасен секторе да я лучше его сразу мачкану минус один второй момент это возможность убить укрытие у сектоида то есть по дальнему я особо стрелять не могу я могу сделать протокол защиты тейку перевести за полу укрытие например и наверное это правильно потому что ее видит и по ней как раз и будет этот тупырь стрелять дальний сектор это мы переживем как бы нормально для того чтобы пережить его лучше я наверное сниму у него кавер принесу какой-то урон подальнего не достаю вот вот в чем проблема но он подойдет сам он вслед за тей побежит ты убить ему будет сложновато просто потому что протокол защиты плюс у нее армора у него пушка простая вот тут вопрос сейчас делать ли мне уверили не делать или просто выйти на кавер за савером я тут с прицелом могу и попасть да давай он о браток же еще жив вот им я постреляю вот отсюда пожалуй бонуса не будет но и зато у него кавера нет поэтому лучше я постреляю сопресить сектои да почему бы не посопросить но все равно белки можете за какая разница поехали стоит подходит полу укрытие занимает овервач не овервач зомбаря поднимает хорошо вот мне вопрос соответственно к тому товарищу который будет подбегать он будет по той стрелять да будет по 3 стрелять ну ты и полу кавер протокол не попадает одером штраф на самом деле 0 и 25 процентов вероятности было что он попадет вот сейчас задача убить стреляющего хотя тут задача как бы надо и зомби мочитесь и кто это мочить а кто может убить того дальнего нутейка может вот так ты его мочкануть может даже сразу убьет давай все равно в этой миссии 3 хэрик гранат троечка протокол нападения остался чтобы нам специалист прокачать остался на вижу на нет пропал просто вижу над того просто тупо пропал капец так давай-ка сделаем руки молнии это раз сейчас попробуем добиться не снайпером а кем-то я могу конечно гренкой того добить а еще гранаты остались да остались наверное так безопаснее давай тогда саппортом мы пытаемся кто это добить 85 процентов махнулся так сейчас приоритет добить сектоида и это вынужден делать снайпер 92 я понимаю что экспант переполняет нас но я тогда рисковал его в принципе не убить гренку туда можно кинуть но я тогда меньше материал получу и тут не жалеем просто пытаемся закинуть под под ипыря вот отсюда вот лучше наверное сделать или овервотч 2 овервотч я думаю хватит чал высадится ну есть единичка урона ребята сверху да вы чего взяли то и подставили ладно и армор еще ладно косит даже без протокола помощи ладно в этом есть плюс потому что тогда мы сможем протоколом нападения просто убить его специалистам которые вы хотели подкачать немножко или не тратить 75 давай не будем тратить мало ли там еще какие паки качать нужно не только его а кого а вот либо братка братка скорее всего 56 интересно так это минус третий пак будет ли четвертый очень чисто ни ранений ни потерь 10 человек великолепно молодцы молодцы то что нужно и лава лапа по крайней мере револьвером но кажется еще там был лава лапа я надеюсь не только у револьвера скорострел револьвер оказывается скорострел великолепная дамагерская штука под пистолетного снайпера так повторитель пять процентов подвижность и клонение персонал очка наверное димка миша надо будет дать гибридный материал через два дня но мы возвращаемся к захвату что подойдите пройдите 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 я хотел посмотреть что у нас по инжам в зоне испытаний неделя будет делаться реле питания мы апнули можем еще инжами там делать модуль будем вот здесь вот в расчистке инопланетных инопланетной техники и желательно туда добавить будет человека еще одного после того как сейчас дешевле лечится герой 3 были кстати о ученого ученый пять дней нет конечно контакт сначала устанавливаем это два дня и вышку надо будет пилить сразу после этого верчок вернулся гибридные материалы готовы листовая на уровне вы копеечка мгновенно вскрывая договор менте длинг клинок дорогая что так что я хотел листовую броню я хотел есть готова так вышка где а я здесь делаю вышку или плюс 100 плюс 117 важная штука тогда мы баф от региона получим сейчас правда может быть террор аватар тогда в следующем месяце штурмовать уже этот блокпост уже на грани мне лучше туда с титана выйти из двумя протоколами блокировки так ресурс сопротивления понятным еще вот так капец опять два доктора так какие одна неделя пришелся уничтожить пикс ком применяя грубую силу больше солдат каждой миссии шкала прогресс аватара вот это надо убирать это точно убирать тогда счетчик запустится материалы копье доделываем ретранслятор зоны испытаний зажигательный гранатам все равно хотя зажигательный не лучше чем не всегда лучше чем обычно стенки не снимает но тем не менее зоне испытаний продолжаем продолжаем гранаты экспериментальные искать более разведданные новобранец мун это которого мы оставили помните вон мы его на миссии он не успевал он пожертвовал собой его забрали на свою родную планету вот сейчас предлагается что я должен его спасти разведданных жирно насыпают поэтому я плечу туда так а где михаил я не понял убираем тей берем михаила он под стрессом а что за дебафы воли ноль надо сейчас миссию пройти так чтобы персональный боевой модуль уклонения даем ему можно на науровневый жилет ему еще запихать стоит не сделать зажигательный давайте вспомним что у нас там по разнице 45 урона то побольше и кажется статус зажигательная вешается результате у нас опять же два хэвика специалист снайперы штурмовик кого в первую очередь качать лейтенант снайпер нужно качать потому что титан еще не в этой миссии собственно а больше лейтенантов у нас нет если несложно игре глянь лаги мониторинг до увеличивается количество проблемных до поздно x подключили я сегодня говорил товарищем рассосется в любом случае рассосется поехали там увеличилось число проблемных пользователей со стандартного значения с пяти процентов до 14 и я вижу где она ну там решает в любом случае да благо есть трансляции там на твич на видео поэтому как ты относишься к сектоподам да развернутый ответ ладно если серьезно если серьезно сейчас у нас новый месяц соответственно новые враги будут появляться и сложность повышается правда по прошлой миссии там были много базовых товарищей простые солдаты офицеры милишников монетриализовываем флешечками и вроде вот она прошла гладко дай бог чтобы следующее прошло не хуже приоритеты на представляющую миссию никаких ранений никаких тем более потерь используем маскировку штурмовика для того чтобы минимизировать риски относительно появления врагов помним про то что нам необходимо в первую очередь данный момент качать револьвера помним про то что он скорострел он делает серию выстрелов по всем врагам в поле зрения то есть он должен теперь уже выходить прям в мили и мочить людей просто поэтому как-то так поехали стоит оставить оверштурмы с маскировкой а почему не комментишь калах акап во первых я очень рад что новый кап по варкафту появился и как раз очень рад был сегодня увидеть как там гера еще его поддержала еще один товарищ кайсерис конечно поддержала в результате там призовой клёвый но я зашел в стримы и увидел что как бы освещение у этого турнира и так замечательно то есть там и хавка и фоги и вроде мороза короче там это полдюжины трансляции боливерин освещают хорошо вот ну и плюс скажу честно мне хотелось сегодня поиграть в их с чем они привет револьвер они ой достать типа . эвакуации вот эта миссия будет с точки зрения стартовых условий конечно не самое сложное но сложнее чем предыдущие во первых мы будем ограничены по количеству ходов и нам нужно будет идти в конкретную . с другой стороны у нас а у нас не будет еще маскировки при всем при том маскировка будет только у михаила так что разведываем им аккуратненько не палимся и видим где паки готовим им засады идти далековато причем на второй этаж еще сколько ходов 12 дайте пожалуйста зажигательная граната новая иконка хавика появилась так осматриваемся крыш справа но крыш мне особо сейчас уже не нужно потому что снайпер ты пистолетный но тут проходить прям по середине карты как-то не прикольная а тут тупичок так может тогда сразу влево левый вверх нам как раз туда и нужно сигнарируем вот эту половину карты и смещаемся со старта сразу вот сюда вот через здание или обойдем здание мы скорее всего что у него стресс до воля сниженным я хотел просто освободить место нашему разведчику чтобы он не оббегал бежал прямо так он несколько ходов сэкономит ага тут у нас стекло вообще бьющиеся так маскировка маскировка поехали мэг милишный и обычный за один ход они до меня не добегут находится довольно близком блокировка есть слона но бура нет поэтому дыхать он квадрики первого уровня всего лишь как день им не увидит явно что здесь увидят меня стады как-то вот так и у играла чужим он я буду даму и нет никого за бензобаками прятаться конечно камильфон я просто под маскировкой иду вперед я увижу не стоят так 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 вышка тут еще под взлом они будут двигаться туда-сюда да то есть чисто теории мы можем подвести пацанов куда-то сюда и устроить им засаду могу ли я я то есть могу довольно четко увидеть где они мне заметят проверим эту теорию да шикарно попробуем сделать засаду возвращаться она здесь я спалюсь не они идут дальше черт страшно ладно может быть это даже и хорошо они там дойдут до вышки меня не видит никто то есть я могу товарищем который скрывается подойти скажем сюда когда я спалюсь через ход я могу подойти вообще сюда когда они все равно не увидят тихо нет как провал надо выключать мека протоколом блокировки надо кидать светошум оцениваем отключать надежнее сейчас такая такой ад для михаила будет капец 55 не погоди 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 не хочу я с такой вероятностью себе могилу копать подождите давайте посмотрим что мы с этим маком в принципе можем делать мы можем его пробить во первых на четверочку этим специалистам это раз револьвер скорее всего идет сюда кидает светошум как бы практически не обсуждается выцеливаемся смотрим докидывает ли он до двоих светошум докидывает без особых проблем окей а причем он еще может долбануть руками молниями например по мэку но у нее пистолет он особо урон не нанесет здесь можем хэвиком подойти и мэку мэку в гренку закинуть окей значит эти двое вы мэку очень сильно страдают после светошумовой особо ничего не делают от мэка мы должны избавляться избавиться блокировкой ты вряд ли сможешь тебе лучше его попытаться сначала убить а если не получится то пытаться блокировать но не в обратной последовательности поэтому этот пока не ходит специалист думая над тем как лучше как лучше быть учитывая то что я в любом случае уже подставил специалиста под под неукрытие подхожу я братком так давайте зажигательную попробуем кинуть потому что у нее урон на единичку больше это особо немного урона нанесло брюс брюс а ну если брюс сейчас кинет еще одну гренку то мы с протоколом атаки вроде как и добиваем этого упыря капец я встрял конечно хотел поспелся получилось чушь не я не убиваю мне не хватает ну руками молниями я как раз сначала его штампану но если попаду конечно 75 все таки такая вероятность есть молодец то есть все таки да все таки вроде разрулили ситуацию кое как с двумя гран с тремя гранатами светошум пошел и протокол нападения а 4 5 там кстати окошко такое но главное чтобы эти сейчас ну меч не будет использовать точно точность хреновая но в общем то добежать он может если что но обычно они даже на три клетки не бегают справа еще так это не фланг вроде как в овервочек и мимо да опасно было опасно опасно ну хорошо так у нас есть у нас есть чувак с овервочем который я могу снять разными способами например например стоп а где этот а выстрел с первым входом из револьвера не завершая действие вот что значит скорострел да револьвер стреляет из снайперской винтовки нет ладно забей снял овервоч нам в любом случае его надо качать и исходя из этого я должен был меха добивать именно им но я зафейлил так как нам быть с этим барсуком гренку на него тратить не хочется протокол защиты есть флешка есть вообще его флангануть могу но я могу и михаила подставить потому что я двигаюсь вперед под следующий пак как следствие реально чего могу сделать могу три овервочи конечно поставить скажем протокол на мишу ранение получит тогда блин или рискнуть я если сюда зайду а давай все в любом случае фух пронесла все и 93 плюс 72 давай крита не еще будет вообще счастье красавчик михаил красавчик у вас у вас умор дей у извините извините разрулили я мое справа мег так смотрим что по взлому подкрепление к позиции вызовет но в общем то я хочу я хочу этот пофармить специально взял такое жестенькое а ты у меня есть мне 8 ходов а до точки два входа в крайнем случае я смогу добежать вот отлично обычно это как бы один ход по сути випа подведем так подведем овервотч 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 главное чтоб там мэг не выпрыгнула обычный обычно обычными прыгаешь выпрыгивают кажется там даже три солдата но это это из физик гпг как говорится легкие фраги я думаю что в один ход мы их закроем мисцо прилетело раз у вас пресс уже минус 2 да один ход и гуф написал сержи до того как я спулил вроде тебя 31 год а вот это хуже вот это уже хуже там погулял милишник мутон то есть я их без овером вынужден так хорошо значит флешечка должна сюда лечь хорошо подходим раз сейчас уже нельзя жалеть ни флешка ни гранат потому что они стоят аккурат перед между мной и точкой точкой эвакуации пошла флешка из ориентации ок мутона бы флангануть я вижу что есть такая возможность желательно фланговать мутона чуваками с хорошими пушками а чувак с хорошей пушкой извините это только у меня нет чуваков с хорошей пушкой хотя вот снайпер может короче сначала кидаем гренку в любом случае по мутону там уже разбираемся кавер хороший кавер хороший таки нет это еще до кинет до кинет хорошо еще бы да это взорвать потому что если он сядет оставили цена овервочем взорвется просто лет лутая лута же не было лута на карте еще не было правильно так машина горит так миксер будет вот так пока подождет уже хуже подождем вот он сейчас уже в чистом поле я не хочу уходить туда за фулкавер что боюсь пульт еще по две клетки сделаю так уж и быть стрелять надо естественно по мутону но меткость конечно аховая дистанция такая но гренка еще хуже чем ладно давай хорош десяточкой кританул красавчик что делать с снайпером я думаю просто подводить его подводить плюс пистолет на овервоч а я из пистолета могу пострелять с снайпером и лучше стрелять конечно под полу к хотят взорваться может но тут вероятность просто 61 а там 30 лучше как тем более если он взорвался долго это не было бы остается у нас копейщик который по сути то особо сделать ничего не должен такого страшного учитываем я просто по овервочу 7 хочет 6 смотрим что будет делать это второй пак всего лишь рочь так ну протокольчики я думаю да пара или гренку сразу укрытие надо бомбить что мне хочу больше нет есть обычная гренка но я не докинул блин так хочется дойти а а так он меня расстрелит хотя он не не рискует не рискует лучше даю протокол нападения не выпендривайся хватит протокол потом гренку если хочешь а то еще побегу на овервоч понятно что у него там минус 30 минус 20 овервоч но как бы 35 процентов на попадание это тоже немало все сняли качаем револьвера поэтому снимаем укрытие добиваем ревочу я давай сто процентов снайперский лута нет перезарядка пять ходов вполне хватает подвожу випа поближе подвожу хэвика чуть-чуть поближе перезаряжаемся хотя тут надо было все таки овервоч этим поставить слева шум так теперь сюда да пара укрытий вот еще фуловым а вот фуловый есть еще как минимум один пак но но это не надо лучше по пол ходика но надежно перезарядись слева вроде шум четыре хода ладно подхожу вон змея ну да 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 я вот это вот вот это вот скольжение смотрите в чем тут ересь там милишник а у меня света шума нет а вот хорошо они встали надо грянками сейчас закидывать причем скорее всего придется закидывать грянками прямо вот в чистом поле а точно нет меня сапресс есть протокол атаки есть до грянок не осталось вообще капец еще ждет так так вот с помощью только есть ходы есть можно в общем то ходик и кайтануть но кайтить змею это как-то это это сомнительное удовольствие тема в том что я не могу убить вот этого милишника потому что не достаю до укрытия которое его спасает аа нет могу тогда ты михаила подставишь тебе оно нужно кто опаснее змея или этот опаснее этот потому что змея что она притянет придушить на 2 а этот может и то есть снимаем убиваем этого просто да или снимаем убиваем этого змея отравить еще может неприятно из протокола защиты на михаила снимаем какой-то фулл кавер какой не ясно тут хэвики не обойдут их никто не обойдет их никто встать можно и сюда за фулл кавер всех видят мун тупит револьвер револьвер 55 револьвер точно попадает с того как снимаем фулл кавер сапреснуть можно стоп а сапрес снижает ли сапрес рейндж на подбегании то есть могу ли я сопреснуть мечника чтобы он тупо не подбежал такой вопрос а сапрес останешься без кавера третий солдат тебя накажет да пофиг на легкое ранение то есть во первых ему попасть 65 минус 20 нужно еще постараться это раз а после контратак сработает набег под сапрес это не совсем меня устраивает короче сапрес тогда нужно дальнего получается но дальнего я не вижу если только в чисто поле не выйду а я выйду в чисто поле вот так вообще я смелый михаил да 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 все поехали у меня в голове есть план попробуем насколько спонтанная последовательность принесет результаты аркада пошла я включаю своего доброго друга Аркадия с которым мы уже столько миссий зафейлили это и 3 и а и и и и и и и Да нет, Джеш. В атаку, ё-моё. 91! Скотина! 91! Блин! 91 процент! Ладно, один дебил промахнулся с 80, но 91! Придурок! Ну да, это очень похоже на ГГшечку. Короче. Сейчас милишник добегает. И змея действует. Михалыч, держись. Ну я специально хэвика с бронёй подставил, потому что... О нет, там ещё сапресс он скинул. Пофиг на этот удар на единичку. Вот это плохо. О нет, о нет, о нет. Овервотч! Какой же ты умный, я поражён. Всё нормально, минорные ранения, выживём. Так, что мы можем сделать, как мы можем сбить? Руки-молнии. Да, руки-молнии на 51. Не, ну 51 неплохо, а если винтовочка? А почему ты руки-молнии не сделал? Сначала, дебил! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, что я творю? Что я творю? Не торопись! Думай. У тебя три человека только ходят. Сапресс мне же снимет эту хрень, правильно? Сапресс снимет овервотч. Что я сделал? Капец. Раз. Освобождать нужно... Змею. Михалыч, давай, возвращайся в бой. Ой, лут. Модифицированное автозаряжение есть, хорошо. Так, слушай, тебе нужно этого мочкануть. Давай, 75 крит. Хорошо. 91 мисс. Так, Брюс тоже двигается вперед. Нет. Повер-вот. Так, ребят, надо бежать. Надо сейчас всеми бежать. Два хода остается. Еле успеваем. Скорее всего, на этого надо просто забивать. Хотя два хода есть. Там, правда, горит. Точка эвакуации может того. Ёкнуться. Ладно, в любом случае, так. Я там же специалист хотел качать. Не, я хотел снайпер качать. Но снайпер особо не прокачается при всем уважении. Е-мое. Хотя, почему нет? Сейчас же руки молнии у него есть. Просто добиваем, короче. Не пофиг. Просто улетаем тем, кем можем. Потому что может быть ситуация, что тупо не улетят. Ну, в смысле, сейчас сгорит, например, стенка, и точка эвакуации разрушится. Это будет беда. Ну, это будет провал, вообще. Реально, там в одну клетку разрушилось. Оно могло сейчас просто... И все, эгэгэ. И минус три человека. Два ранения, но минорные. И все живы. Хорошо. Вернули одного Леминга, Муно. Это... Но миссия была непростая. С самого же начала я мансикировки потерял, и пошло-поехало. Че там половой лапом, ребят? Ни у кого ничего. Ну, револьвер, видите, 28 киллсов. Две перезарядки. И Муно вернули. Разве данные получили? Снайпер. Мы должны проверить с Резистанцией ХК для новых рекрутов. Снайпер. Ну. Ок. Три-четыре-семь дней. Хорошо. До следующей миссии вроде успеваем. Алистовая делается. В зоне испытаний прогресс идет. Расчистка, мастерская. Окей. После брони надо мэком. Доступные ресурсы. Это понятно все. Разведданные. Опа. Опять нехорошая тема. Но я сначала ретранслятор делаю. Два дня. Очень важная вещь. Доп-ячейка. Есть. Абсолютное оружие. Все. Основное оружие получает дополнительную ячейку для улучшений. Так. Разведданные все-таки, да? Или мы будем уже регион подключать? А нижний как регион? Сюда мы не можем, да? Да. Разведданные все-таки топ-1. Еще. За разведданные я бы сейчас еще модули на оружие покупал. Так, вернулся Павел Кузнецов. Вернулся Михаил Мерчук. Там еще один, кажется, последний. Есть. Окей, погодите. Черный рынок. Там очень дешево стоят модификаторы для оружия. Очень дешево. Как правило, там 10, 15, 20. Труб Мутона. Труб Мутона. Труб Мутона. Один продаю. Самое главное купить. Модифицированный прицел. Ну, это не модифицированный лазерный прицел, а просто модифицированный. Хотя... Ультраскорость. Ультраподвижность. Ох. Не, ну прицел все-таки. Прицел. Один возьму. За тридцаточку. Ультраскорость. Ультраподвижность. Скорость это 4 ячейки перемещения, кажется. Подвижность это... Миссы. Ну, дорого. А, просит броню. Пожалуй, да, вы правы. Это важнее сейчас. Ой, блин. Как? 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 Так, я ученого не буду. Материала тоже не буду. Полечу сразу контакт. В погоне за знанием. Что это у нас? Каждая лаборатория уменьшает время исследования. Это не такой интересный бонус. Мы здесь не можем. А мы не можем двигаться, в принципе. То есть тут, видимо, вышка, ну, да, ретрансляционный было сделать, чтобы... Короче, полетели сюда. Поставлю им контакт со следующим регионом. Последний контакт. Слушайте, а может мне в этом месяце слетать на эту базу? А, нет, лучше после МЭКа. Так, газовая граната. А вот и новая цель. 105 разведданных. Сложность высокая. Повышая численность врага на заданиях в течение месяца. Второе. Ученого дадут. Скрытое событие. А третье. Инжа дадут. Да, вот. И тут аватар. Две единички. Точно мы идем на... На эту миссию. Хоть она и сложная. Но тут... Бонус отличный. Инж. И аватар. Приостановим немножко. Чем дальше, тем веселее. Сейчас надо бафы накинуть на пацанов. Обязательно револьверу нужно прокачать следующее звание, чтобы в школе офицеров... Слушайте, я же в школе офицеров сейчас что-то могу тоже изучить. Секундочку. У меня же одно звание это дали. А, вот. Комплексное оружие могу взять. Но не стоит этого делать, потому что мне нужно сателлайт делать. Денег на них не хватит. То есть у инженерки строительства отсеков... Вот здесь вот справа, через пять дней, я должен буду сделать... Спутниковый модуль. Что, у меня capacity... Ёмкость уже максимальная. Нужно еще сделать один модуль. Так. Если говорить о... Что-то я забыл. Модули навесим, это точно. Это безусловно. Инж очень нужен дополнительный. Может быть я произвести могу там какой-нибудь дробовик? А, я могу этот произвести. Но... У меня дробаш в игре с женой. А, Илюху можно сделать. Одного Илюха сделаем. Моя коммитатор. Да, Илья уже не тот. Но... Да, да, да. Так, следующей темой это бонусы, которые мы навешиваем на основное оружие. А что, Мишка все? Мишка все еще? Мишка же есть. Чего Михаил стрессует? Слышь? Все нормально, успокойся. О, Третья ячейка. Тут только мгновенное убийство у него. Пятерочка. А какие есть еще? Свободная перезарядочка. У хэвиков. А, вот улучшенный крит. О, Дампл, привет. С днем рождения тебя. Конечно же, наш почетный хост. Слушайте, я могу Михаилу заменить шанс на крит. Учитывая то, что он работает на ближней дистанции. Но у некоторых людей, в принципе, этого модуля нет. Они тоже, типа, работают на ближней дистанции. Но не хэвиков. Если ставить, то ставить кому-нибудь, у кого магнитка уже есть. То есть это либо слон, либо титан. Титан, учитывая то, что в звании, надо посмотреть, можно ли ему, в принципе, поставить. Нельзя, да? Тогда, скорее всего, слону я сделаю. У него, тем более, меткость есть. А, ну это прицел, не поставить. То есть либо точность, либо крит. Тупичок. Давайте не будем жадничать. Я все-таки Михаилу дам максимальный баф на его винтовку. Вместо текущей десятки дадим пятнашку. Шанс мгновенного тоже ставим. И следующие получают бафы чуваки с магнитками, конечно же. Меткость плюс... Быстрая перезарядка. И титан. Ха, нельзя использовать. Еще меткость на десятку. Но меткость тогда пойдет кому-нибудь другому. Хэвику, например, какому-то, правильно? Одному из двух. У кого точность лучшего из хэвиков? Семьдесят один. И... Семьдесят... Семьдесят один. И... Не понял, где хэвик? А что, он стоит за хэвика, за второго? Так, у меня один хэвик. Это ничего не то. Стоп. Тут слон просто зря стоит. А кто лучше? Тейл и Брюс? Вопрос с подвохом. Амортизирующая. Тейл лучше. Тогда меткость ей даем. Еще уже у нас газовая граната есть. Которая периодически урон наносит. Да, давайте газовую гранату возьмем. Одну. Газовая 3-4. Но главное, что она еще после этого... А, у нее радиус еще выше значительный. Так, а Илюха кому пойдет? Ну, либо Михаилу. А тут в любом случае надо брать светошум второй. Эй! А где второй светошум? Я вижу, только один светошум. Если нет предмета, извините. Кто-то заныкал, гренг. А, и Титану же еще аптечка нужна. Ёпарас это. Нет, все не так красно. Все очень непросто. Не хватает места под гренки. А, газовая, говорят, меткость режет. Радиус бега против копейщиков мастхэд. Понял. Тогда, может, без светошума обойдемся. Дополнительного. Ладно, поехали. С Богом. А это уже новый месяц, кстати. Горячий король. Ликвидируйте врагов, захватите и защитите передатчик. Миссия без ограничения серьезного по количеству входов. Передатчик бьют долго и лениво. ХП у него много. А, учитывая новый месяц, понимаем, что народу серьезного будет... Сильного будет больше. Наши специалисты тоже потихонечку растут. Так, мы в углу. Я предлагаю двигаться по левому краю. Тем более, что оно находится со смещением влево. Первым, конечно же, идет Михаил, потому что у него есть Илюха. Хотя все замаскированы, в общем-то. Первое время можно... А, вон там... Для взлома тема. ... Я не вижу твою заготовку. Вмени! Не-не-не! Остальные силы признаются. ... ... Тихо, тихо, тихо. Ой, 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 ой. Капец, я влип Короче, следующий ход Они, скорее всего, начинают беспорядочную стрельбу Мне необходимо всех оставшихся Ставить на Overwatch И молиться, что Они вообще не в мою сторону пойдут Они идут в мою сторону Да, капец На одну клетку Ой, блин Я с фланга, капец В Overwatch пошли Ребята, ну как мутона-то убить Вообще на одном Overwatch Револьвер мажет 5 урона, титан Хевики, подключаемся Ну, где урон? 2 урона, капец Бронированная скотина 3 урона Ну, вроде он стрелять не будет На этом ходу Один хит остался Один хит Нет! А-а-а Охренеть Миша, живи! Миша Как-то вот так вот Или ее кидать Светошум только у револьвера Это прям вообще не очень Вот он мы так и так убьем Рано, обходим Руки молнии можно сделать А светошум как? Ну как, как На всех, кроме дальнего офицера И сектоида Хреново как Блин Хевика надо подставлять под полу кавер С этим, да? Кидать грен куда-то сюда Поехали Руки молнии пока непонятно по кому Протокол защиты Протокол нападения Скорее всего На мутоном Здесь мы Жжем Скорее всего Нет Тут надо обычную гренку Чтобы убрать Ковру Этого Хотя опасней тот Но на том будет с этажом Поехали Капец Я зашел У Михаила стресс И Хорошо он не спаниковал После такого начала Прекрасного Так, руки молнии На самом деле Можно попробовать Того дальнего убить Мини сектоида А А, вижен Нет Если по этому сектоиду Можешь в дарах Голум поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей Привет Привет Ну и давай ленту читать Зацепил меня Один вид записей Когда на фоне картинок Постят мысли философов Типа Если лидишь Отпусти Ну так вот Особенно мне понравилась Картинка с седым стариком И подписью майка You shall not pass Голум Хорошо, что ты пришел Без тебя как-то Да, трансляция не та Ну чего Я считаю Надо подходить Так, погодите Если я делаю Светошун На этих двоих На этих троих По факту Мне реально Только дальнего Нужно убить Слабо Дальнего говорите Да, убить Короче, я сделаю Следующим образом Кину еще одну гренку Бью дальнего По демиджу сектоида Сектоида с рук молний Заберу Да, только ты не достаешь А может Все-таки Вот так вот О Стоп А ты обычный Точень не достаешь Достаешь Там лут может быть Но Не хочу Эпицера оставлять Может быть Еще хильнуть Михаила Ну я без Илюхи Наверное Обойдусь Но Сектоида Не факт Что я убью Во-первых Вероятность Во-вторых Ну не по этому же стрелять Правильно Давай Попади Убей Хорош Револьвера качаем Теперь им же Нейтрализуем Двоих Справа На сектоида Будет стрелять Но у него Что Штраф по меткости Будет Я наверное Не буду Короче Михаила Буду качать Так Обойдем И вот он Убьем Без модуля А специалистам А специалистам Можно закинуть на него Протокол защиты А можно просто обойтись И кто И да Шлепнуть Ну как шлепнуть Не шлепнуть Конечно А Был риск Сейчас Пуле 5 пак Справа Кстати Может шлепнуть Если крит Пропрет 40% Хорошо С богом Сектоид Будет стрелять Ну либо Овервотч Станет Либо будет стрелять А белки у него Не используются Так Тут офицер И мечник один Сектоид Сектоид отступает На рывке Я при чем Он отступает Это на овере стоит Ну хорошо Тогда протокол Нападения Я не достаю Здесь Здесь Тей Флангует Сектоида Убивает Сопрессом Снимем Овер А почему Я не Револьвер Смелял По сектоидам Где же Твой хвален Не качать Револьвер Хотя Тейка Получила Повышение Здесь Сопрессом Чувака Снимаем У него Точность Я его могу Флангануть Но я боюсь Лучше Револьвером Буду стрелять То есть Протокол Нападения Сначала Нет Сначала Протокол Защиты На На Михаила Михаил там С овервочем Постоит На него же Побегут В конце концов Тут Протокол Надо еще Про вышку Не забыть Протокол Нападения Револьвер Стреляет Из винтовочки Маловероятно Что убьет Но Возможно Это По крайней мере Он у него Хиты снимет Какие-то Чтобы помочь Мишу добить Если что Давай Ревоч Лучше Шестерку Можно без Крита Жалко Два хита Остается У этого Барсука Может Леху Кинуть Не рисковать Мишень Да Давай Леху Кинем Ну Не хочу Два хита И Как бы Он Не дезориентирован Пусть Бежит У него Тут Держимся Туретка Туретка Туретку Надо Захватывать Пытаться Туретка Илюху Просто Дико Мочит О Хэвик Забрал Копейщика Лута Еще Не было Так что мы делаем Теперь Время у нас есть Перезаряжаемся Лечимся Перезаряжаемся Лечимся Смотрим А как вообще Действовать Против Против Туреточки Сейчас Михаила Подведу Чтоб на этот ход Химнуться Хорошо Восстановили Практически Все хиты Тут Подходим Отходим Ошибка Сейчас Я могу Уже С этой Позиции Его Увидеть Была Ошибка Это Была Ошибка Капец Сейчас Тейбл Можешь Получить Точность Тут Рели Не Очень Но Двойной Выстрел Может быть Раз Будет Второй Не будет Там Может быть Овер Я посмотрю Что вышка Даст Потому что Я бы Вызвал Подкреп Сюда Но сначала Турели Сбавлюсь Раскрывает Вашу Позицию Вообще Пофиг Давай Небольшой Объем Разведданных Отлично Можно было И большой Брать Но мне Сейчас Разведданные Очень Нужны Сейчас Мы Отступим Тейкой Хотя Можем Пострелять Пока Снайпером Да Если бы Если бы Тей Убираем Ждем Ориентировочно Остался Один пак Но турельку Я раздолбаю Просто потому что Это Экспа Передатчик Молодец Держится Хорошо Стреляет Только один Из группы Прям Очень Грамотно С их стороны Подсвечиваем Для снайпера Снайпер Стреляет Через общий вид Нет Сначала Протокол Нападения У нас Пойдет Такую Чусь Сейчас Сделал Опять Я не успел Добежать Подставляемся Стреляем Стреляем Пробуем Хотя бы Попасть 66 Хорошо И добиваем Револьвером С очень высокой Долей вероятности Как раз для того Чтобы Ему ушла Икс по 89 Это На клетку Просто Специалист На лишний Подошел Так У нас есть Граната Зажигательная Граната Обычная Мы знаем Где И в таком Пробедитель На составе Пак Офицер Плюс Милишник У нас Есть Одна Кажется Светошма Нет У нас Светошмовой У нас Есть Газовая Граната Время в запасе Есть Не стоит Не стоит Выпендриваться Я бы Револьвер Подвел Потому что Он сейчас С двумя Скилами Под пистолет Очень хорошо Заходит Да Подходим В первую очередь Хэвиками Закидываем туда Гренки И такую И Радуемся Жизнью Только Полуукрытием Надо вот До этой штуки Бежать Но Кажется Я даже Вот так Не спалюсь Да Не спалился Значит Подходим Дальше Файн Файн Ранение Серьезное Получил Михаил На 5 525 Что в прошлой миссии Полез этим Опа С пулилину Но у нас Увервотч Там До хрена Кто-то точно Тут потерпит Из них Револьвер Михаил Побежал Кажется Командир Вперед Ну ребят Давайте 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 Стреляем Попадание Было От револьвера Мимо Из дробовика Мажет Тейка Попадает Убивает Офицера И тут Попадание Отлично Сейчас нам По сути Нужно Снимку Снять Право Иди нафиг Тут фланг Тут не фланг Хотя Почему нет Фланг Так Стоп У меня есть вообще Греночка Нормальная У меня нет Нормальной Греночки Ее мое Ладно Здесь фланг Стопроцентный Их там Уже двое Осталось В общем-то Можно Мечника Взять и на Овервочи Я думаю То есть Если сейчас Мы сделаем Четыре Овервочи То есть Этого Мы убиваем С хорошей Вероятностью 91% Попадем Убьем Неужели Я взорвал У единственного Товарища Которого Взорвал Был лут Судя по всему Так А если Газовые Гранаты Его Чтоб Мобильность Снизить Выстрел Зажигательный А газовые Была Утей Какой фейл Ну Я считаю Нам просто Овервочить Все То есть Не выпендриваться Простой Овервочить Макер Я поставлю Вот так На Овервочи Чтобы он Стрелял Только тогда Когда бегут С него дробовик Сопресс Скорее всего Здесь сделаем Да Или Зажим его Лучше Давай Зажжем Зажигательный Вроде Просто Дает На единичку Урона Каждый ход Это Овервоч 50 Руки Молнии А давай Чего 50 на 50 Промах Я видел И Овервоч С винтовочкой С Богом Он горит Единичка Кто-нибудь попадет Будет отлично Он сейчас побежит Скорее всего Побежит В атаку с мячом Не он А почему нет Что сейчас Произошло Кто знает Ну я его пытаюсь С винтовки Просто добить И все 75 Одно попадание И ок Лут Лут Пацаны Лут Все Нет Не все Еще Пак Еще Пак Ребят Аккуратненько Подхожу Очень аккуратненько Вот Мутон и два сектоида И лут мой там лежит Капец Сейчас Овервочи должны быть Это жесть Есть Попал по мутону Хэвик Раз Три урона Ребята Давайте Попадаем Есть по мутону Разок Сектоиды Спокойно Ушли Но по мутону Сейчас Начнут мочить Мутон Сейчас Для меня Самый опасный Конечно же Ну где выстрелы Единичка Хорошо Промах Еще 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 Два урона Хорошо Куда ж он там добежал Еее Все Минус мутон Из дробовика Начало Вообще Не подкачало Я побегу За лутом И В общем-то Как-то так Они сейчас Начнут Своё колдунство Так А здесь Туретка Еще Может быть Одна Вроде Там Ничего Нет Лут Два хода Вот в чем Дело Никаких Сапрессов Не Почему Никаких Сапрессов Сапресс Как раз Можно сделать Да Они все равно Не будут Ничего Делать Я думаю Надо Тупо Резать То есть Тупо Вот так Вот резать Не Не так Подожди Подожди Тупо Ты всегда Успеешь Сделать Протокол Защиты Тут Нужны Кавры Все-таки Ребят Нужны Кавры Нужно Сокращать Дистанцию Обходить Тут Везде Полуукрытие На самом деле Мы Достаточно Просто Можем Поотстреливать Их Сапресс Хорошо Забит Давайте Сфокусируем Один Огонь На одном Товарищем Скажем На Левом А Подавлять Будем Правого Потому что Тут Есть Вероятность Что Будет Зеркальная Турелька Там Где-то Может Она Не Отображается И Подходить Вперед Как-то Очень Опас Поэтому делает это понятно все тут стреляем на 60 тейкой главный мутона за забрали миксер может врываться в общем-то но опять же это это может закончиться туреткой чисто теория могу просто подойти проверить что отойти ничего страшного не будет да еще там страшного нет короче михаилом делаю выпад тогда ну плута я хочу поближе быть я и секторе все-таки добить следующий ход лук мой а титан может просто пострелять потому что 68 процентов полу кавор тоже неплохо отлично молодцы убили мутона нейтрализовали сектоида и сделали практически все вообще идеально молодцы молодцы dream блин тима все чисто если в начале я не получил такую и level up кстати у братка голубой что-то в чатике уныленько почему все молчат ты их запугал да не я просто в чат мало смотрю возвращаемся газ 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 я не хотел газ кидать просто потому что тогда мне пришлось бы бежать миши и резать атом газ как бы давал его лапа стейка сапресс отлично вообще работает я буду с ним играть браток тоже о браток возьму гренки хотя меточка прям прям не я нет метку возьму нет к топич вообще 15 лазерный прицел простой расширенный магазин простой и два здоровья надо персональный модуль обязательно поставить кому-то инжа еще получили мало ученых так строительство отсеков я буду копать сейчас побыстрее одним джом здесь это раз кому дать хп шичку точно не потому что он опять отдыхает 21 день капец кому-то из хэвиков братку наверное у него броня он хэви и да браток улучшение оружия что крит урон давай все равно мили возьми метки сейчас потом переучить да кстати как появятся нормальные гранаты можно будет переучить мастерская сейчас доделается посмотрим что там по гремленам у нас контакт еще не установлен с четвертым регионом доступны ресурсы да я знаю ваши рису еще один inch вот знают как я сначала до контакт завершу потому что аватар смотрите как близко я могу гасануть штурма устанавливается после ранений мастерская готова вот это важный момент потому что все плюс 2 к производству гремленов теперь у нас есть два гремли на которых мы можем подключить например ну например вот освободить в зоне испытаний товарищи и поставить гремленом а этого товарища поставить скажем на раскопки и дальше второго гремли на вставим вот сюда вот вместо павла рюмином освобождит а того инженера который освободился мы ставим на раскопки сюда а нет слушайте надо обломки сначала открытия нити они инопланетную технику техника очень долго долго расчищаются насколько я помню плюс ячейка которая под мастерской мне нужно больше чем там сколько было 90 дней дать а здесь качество 2 инженера так тут кажется дольше копаем у меня жена заначку с чипсами для пива съела оставлял банку принглс с пол пачки сейчас значит залез туда а там на донышке ну ты понял ну у меня не любительница жена чипсов больше мелкая подъедает как мелко не мелкой уже но пару раз такое было но ничего такого страшного то есть потом оставляют всегда вот 45 против 30 не знаю взрослый товарищ должен справиться сам можем апнуть мастерскую до 4 гремлинов но пока нет потребности такой сейчас нужно будет сюда сателлайт сделать и потом инженеров вниз до инженеров пока хватает ампик активировал премиум на канал о инопланетная техника расчищена сплавы материала показываем местом энергии недостаточно для того чтобы делать но мы инжа 1 сюда и энергии у нас уже хватает соответственно ставим здесь станции связи сопротивлением туда же инжа улучшение сколько нет дорого бабла нет такого но все клево смотреть как работают станция связи 16 дней копаем мастерская есть зоны испытаний тоже главная миссия не файлит блин и алиэнс он слагал и ворига от мультипу фасилидиз оперативно Это все. Ну, сейчас все плохо. Как бы, я, в общем-то, могу с двумя специалистами сейчас попробовать штурмануть ту базу на этом месяце. В этом есть смысл, потому что, насколько мне известно, там... Слушайте, а там фиксированные эти враги или они тоже меняются с каждым левелом? Кажется, там фиксированные враги. То есть вот в первой этой миссии квестовой там стабильно у тебя один и тот же тип врагов. То есть там мэков определенное количество, сектоидов, мечников. Просто если фиксированные, то я бы забил на некоторое время. Нет, они апаются вместе со всеми. Капец. Тогда пофиг, получается, куда лететь. Я жду тогда листовую и в броне лечу на этот проект. Пока забиваю на аватар. Подключили регион. Контакт установить не получится, поэтому сейчас я просто беру инжа, наверное. Надо в арморе туда лететь, в общем. Карательная операция. Сотдствует шагов для east Whoops. Оооо, даааа. Михаил отдыхает 13 дней. Черт. Черт. Может сканчик взять кому-нибудь. У меня нет скана Блин, какая грязь Ну сейчас террор Ну ладно, чего, штурмовика нет Прорвемся, есть зато второй хэвик Танковать у нас должен браток Учитывая то, что у него бонусное здоровье У него амортизирующая подкладка Армор есть И плюс он еще постреливать должен, неточку ставить Браток идет впереди На нем всякие протоколы помощи Специалисты не вешаются Но двигаться надо очень быстро Газ Огонь В общем, солдатики не разукрашены Но это БСП не разукрасил Давайте перерыв сделаем небольшой на минутку Мне нужно собраться Сложность еще сложна Это будет жесть Просто прошлую карательственную операцию я провалил Провалил, отвалился главный регион И до свидания Я вернусь Я вернусь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Никакой Ну такой серьезный Потому что есть уже магнитное оружие У вас побольше ХП Микро Есть! Повелся один! Ес! Повелись! Повелись, пацаны! Микрофон! Микрофон! Конечно! Ты не прошлую карательную провалил? Ты все карательные провалил? Возможно Но я очень ценю свой состав Недостаточно при этом Что Михаил всегда отдыхает Да, гражданских 6 человек То есть у нас сейчас вместо штурмовика Впереди будет идти браток С броней А, еще хотел сказать Что если мы все-таки так ценим Не дополнительную гранату А голографическую метку То разумнее было качать Через дырокол Потому что тогда ты как бы стреляешь Снимаешь армор И ставишь метку По классике Но я, как обычно, криво всем сделал Причем в первом прохождении Я по правой части шел Без гранат Ну, братка, еще у него же плюс 2 здоровья Клевый Так, я узнаю Некоторые элементы ландшафта И первый ход Желательно продвигаться По максимуму Первым идет браток Надо посмотреть, как располагаются мирные Один только справа Ох, там плюс еще эти Но тут каверов Предостаточно хорош Так, давай так Рискую немного, но Но риск оправдал себя Так, дальше у нас все идут На полный ход Но... Ну, почти все Ладно Ой, не торопись, Михаил Не торопись Прислушиваемся Присматриваемся Далековато Первый пак Змея Ну, и по звуку было понятно, что змея Людмила Голубева погибает Северная Америка Обычные жители Бесишь Уже бесит Опа Вот и милишный Ой, сразу игру Ну, ладно Чем раньше ввязались Тем меньше мирных погибнет Мэг бежит Мирный уходит Овервоч один Возможно, второй Надеюсь Револьвер Револьверит Попадает По милишнику Давай там Саппорт должен Так, какая у нас там Вероятность блокировки Мэг Он тут фланги вообще повсюду Так, мы продолжаем По-хорошему надо Прокачивать Опять же Револьвером Руки молнии Может даже убить Да, давай 81% У меня же два протокола блокировки Давайте посмотрим Что у нас Мне бы его выключить на два хода И спокойно расстрелять Никаких захватов не нужно Я лучше Позиции позанимаю И его поубиваю Без использования гранат Конечно, клево порулить Но у меня дроиды Оглушение, да? Нет, вероятность хреновая Подождите, а у него же 60 У второго Там же Титан поопытнее будет У него 80 Давайте проверим Все-таки второго Специалистом Олег-то купцов поопыт не будет 55 просто как-то вообще не очень Можно, конечно, два раза попробовать Но лучше начинать с более высокой вероятности, конечно 60 Не сильно он круче, конечно Блин Ладно, давайте пробовать убивать тогда Убивать, снимая армор Да да, специалистами, протоколами атаки Просто убьем и все Так что давай тогда Револьвер А, револьверу лучше мэка вообще убить То есть тут, скажем Протокол нападения Нет, мне не нравится это Потому что револьвер может не пробить Эти 6 урона из-за брони Надо, чтобы кто-то еще помог Может, револьверу не парится и Ну как не парится, 61 Может, хэвиком поставим тогда Меточку Да он его убить может Да, хэвика мне свеженького качать не стоит А у кого есть гарантированный урон У титана есть гарантированный урон То есть он может у мека Да как мы этого-то будем убивать У нас же милишный еще есть Гренкой можем убить Ладно, давай, если не будем выкендриваться Протокол нападения, протокол нападения Спокойно убиваем мека Ты можешь с фланга спокойно этого убить В один выстрел Ладно, допустим, ты убиваешь так Ты протокол нападения так И дальше мы ставим голографическую метку Братком Правильно, потому И гарантированно убиваем Да, так и будет Итак, ты убиваешь милишника раз Ты протоколом нападения снимаешь у него Мимо брони 4 хп У него, соответственно, 4 хита плюс броня Соответственно, я ставлю братком на него метку Возможно, снимаю Но вряд ли убью Такая же... Ну, то есть Мне, чтобы убить, нужно Не только попасть Но еще выкинуть Один в трем Рома Ой, блин, я рискую Так что не буду я рисковать Закинул лучше в него гренку Снесу все-таки Броню и часть урона нанесу И револьвером уже гарантированно добью Слишком большой риск Если бы я тейкой просто стрелял Вот, теперь револьверу достается Типа этот фраг, да? 100% По-любому убивает Вне, в зависимости от Как того, какой урон выпадет Выпал максимальный урон шестерком Готово С первым паком справились Змея опять Спасаем мирных, раз Ну, или это Если это безликий, то Спасли первым Надо разбегаться, ребят Надо делать разведку Вижу только одного мирного здесь Прямо по курсам Уже двое умерло Блин Ну, стрёмно подбегать За полу кавер И непонятно куда Вот еще один пак Мутон Милишный мутон Понеслась Один там милишный Другой, кажется, тоже милишный Короче, влево уходим Мутоном пулям сейчас Ты вообще не при делах Надо братком сейчас заходить И пулить на крону Поехали А тут стенка, блин Я при всем желании Мутон и не пулю Так, тут мирный, типа Но не факт, что мирный Поэтому лучше я его проверю Он поджегся, но Выжил Так Так, так, так А как они меня там могут увидеть? Через окно могут увидеть Очень надо подходить уже К мутону К этим К милишникам Ну, два пака мы видели Змея С непонятно кем Опа Вот он, мутон Забегает Три овервотч у меня есть Револьвер с винтовочки Попал Шестерка Есть Специалист из магниточки Попал Ну, промазал на единичку Короче говоря А еще слон же есть Но мутон жирный Капец Яростим Ну и эти милишные, да? Да, милишник Один И второй Так, я думаю Надо газовую гранату Докидать О, сейчас зажжется Может зажечься Хэвик наш Так, как стоят? Как стоят Неясно Нижнего я не вижу Как газ Ой, как газ заходит О-о-о-о Ну, если я газом накрою Хотя бы даже мутона с этим Да, накрою газом И того тоже накрываю газом Пошла газовая граната Мобильность снижает Урон наносит Периодически урон наносит Надеюсь, он по трем Все-таки попадет Да, по трем Класс Так, здесь братком Отступаем Вообще, по-хорошему, да Нужно не сильно отступить Чтобы На него лезли И возможно Ему сейчас надо будет Еще одну гренку кинуть Да Чтобы Чтобы вот этих пацанов Подэмэджить И укрытие снять Чтобы у этого Вот так, наверное Мутон еще упадет Поехали Левый Вроде даже не добежит До меня На ключевое, конечно Убить мутона И ближнего мечника Отлично Так, мы там качаем Револьвер, да Поэтому руки молнии Если откатились Пойдут сейчас Не откатились Продвинутый солдат Ну ему лучше, конечно, мутона добить Но мутон, он Не справляется Не добивает Ты видишь Берсиерка только, да? Давай тогда протокол помощи Сначала на Тейку Потому что Скорее всего Если и добежит левый То он добежит до Тей Хотя второй протокол помощи Тоже специалистам можно Повесить 88 Давай, 88 Попади по мутону Чтоб револьвер спокойно его добил Хорошо Попадание на 7 И револьвер должен Его теперь уже 100% добить У него 5 хитов 100% Тут как бы Не 100% Но 66% Что добьет Хорош Револьвер тащит Нам нужен второй снайпер Так, здесь по-хорошему Надо вот этого Упыря убить Самому Возможного укрытия Стоит спрятаться Но скорее всего Я просто Кину на себя А, нет Я же могу Гренко его убить Чтоб Ну там лут Может быть 73 Какой лут Михаил Протокол Защиты Все-таки На себя Потому что Ты без кавера Стоишь Потому что Ты просто Кавер Встанешь Но я не хочу Сюда бежать Это одна клетка Может мы Кого-нибудь С пулем Да, давай Протокол Защиты На себя Игренку кинем Пофиг на лут Но то, что он Может быть Стал Скорострел Скорострел Не откатился Ладно, я попаду 73 Еее Красавчик Был лут Нет лута Ну все Остался один 5 хитов Вроде не добегает Хотя может Так Хит отняли Наберу Окей Так Револьвер Видит его Не видит Не видит Ну то есть Он не может По нему стрелять Потому что Тут вообще Нужно снимать Стенку Подходить И пистолетом Добивать Поэтому я Скорее всего Потрачу Гренку Таким образом Сниму стенку Сниму у него 3, может быть 4 хита Конечно Главное Overwatch Сниму 3 хита И револьвер Ну чтобы тот Не умер От яда А умер От рук Револьвера Подходит И с пистолета Его добивает 90% Что добьем Это не револьвер Лут Это был не револьвер И меня что-то Не смутило То, что Да, что-то Ну, афра Меня смутило А тогда Это был не револьвер Так, помним Про змею Которая наверху Они уже близко И идут Кстати В мою сторону Чуть правее За елкой После двух елок Две елки Две елки Ага За домом Ну Лут я вроде Собираю без особых проблем То есть Они меня не должны Спалить Газ Вроде как Не действует Но я подожду Еще один ход Лучше Подведу Пацанов сюда Как то Возможно Стоило сейчас Более агрессивно Действовать Я понимаю Но Если то Действительно Последний пак То Все Ок Они дальше Двигаются Справа Обходят Дом Надо 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 Сейчас Бежать Надо Прямо Бежать Надо Пофиг Что Один У меня Далеко Беру Лут Планшет Адвента Модифицированный Расширенный Магазин Топовый И автозаряжение Отлично Два модификатора Учитывая Бонус От Короче Я побежал Братком Мне нужно Причем Далеко Бежать Они Кажется Убили Людей Вот здесь Вот То есть Хожу Раз Сколько Осталось Осталось Только Один Запас У меня Капец Как же Я Медленно Двигаюсь Ничего Сейчас Пулить Что Ли На Пол Хода Пулить А там Что Внутри Внутри Я увижу Его Через окно Ладно Допускаем Что это Последний Пак Допускаем Что они Убьют Сейчас А у меня Два В запасе Два В запасе Не один Два Шесть живых Мне нужно Четырех Спасти Да Вот Они Спулились Хорошо Что не пошел Хорошо Сейчас Мы как раз Постреляем Немножко Меточку Поставили Пятерочка Урон Отлично Змея Уже Наполовину Гуф С ней Рядом Два Солдата Я увидел Что ХП Больше Чем Стандартный То есть А Два Септоида Да Два Септоида Это даже Наверное Проще Чем Два Солдата Змея Заходит Еще Получает На Овервотч От Тейп Под Голографической Меткой Сейчас Вероятность Попадания На 15 Выше Но все равно Недостаточно Для того Чтобы попасть Змея Флангуется Сразу С двери А Тех Товарищей Нужно Опа Еще Пак Ёп ПРС А Вот Это Гораздо Опаснее Милишный Мутон И Два Мечника Но Это Уже Последний Пак Светошум У Револьвера Есть Светошум Ориентировочно Кидается Сюда Достану Я Или Достану До только Двух Но Милишный Мутон Не добежит В отличие От этих Упырей Поэтому Скорее всего Светошума Хватит Чтобы Так Здесь Мы Обходим Ориентировочно Так Стоп А мы Можем Флангануть Даже Без Обхода Погоди Давайте Попробуем Открыть Дверь Револьвером Видит Титан Видит Это Хорошо Потому Что Он Вместо Шага Может Сделать Еще Например Протокол Защиты А что Хевики Хевики Должны Танковать Поджечь Может Ну Кого Поджечь Кого Да Кого Хочешь Кто Там Рядом И Эти Рядом И Те Рядом Подходить Не хочется Под Милишных Если Честно Слон Может Подойти Пострелять Кого В перспективе Кто Опасней Но Эти Не будут Опасны Пару Ходов Под Светошумом А эти Будут Конечно Козлить Полукавры Лучше Хотя Б Одного Сектоида Вырубить Рановато Я газ Отдал Так Думай Думай Значит Револьвер Точно Руки Молнии Выстрел Из Пистолета И Светошум Получается Да Да Он Может Таким Образом Убить Змею В Жало Хотя Змею Неплохо Убивает Титан 89 Ваншот Если Мы Говорим О Дефенсе То Скорее Всего Надо Вешать Дефенс На Одного Из Хэвиков Учитывая То Что У них Проблемы С Коверами Сейчас Есть И Так А что У нас А Сопресс Еще Есть Но Сопресс Для Чего Сопресс Мне Не Нужен Лучше Просто Пострелять С фланга Тейкой Обойти И вот Этого Товарища Побить Будет Тебе Фул Ковер И Человека Да Это Лучше Поехали Это Раз 89 Я пытаюсь Найти Материал Под руки Молнии Под Револьверов Скид 89 Браток Скорее Должен Как раз Чуть Вперед Пройти На него Кидать Протокол Или Тоже Обойти А зачем Обходить Ты же Должен А уешать Кого-то Ну а Кто Реально Опаснее Лучше Пораньше Пожить Сиктоидом Пусть Они Еще Погорят Пару Ходов Да Эти Все Рано Будут Да Хорошо А сможешь Отсюда Попасть По Сиктоидам Вроде Получается Только Я Не Вижу Как Ты Вроде Задевает Ладно Поехали Сожги Копейщиков Еще раз Логика Следующая Копейщики Под Светошумовую Они Все равно Два Хода Не будут Работать Не попал Блин Я По второму Сиктору Хотя Клеточкой Там Где он Стоял Подсвечивалась Капец Вайпера Пробуем Убить Не факт Что Кстати Убьем Еще 89 Блин Ну вот Теперь Понятно Что Будет Делать Револьвер Со Своими Руками Блин Молгами Он Будет Пытаться Вайпера Застрелить Это Халявное Действие Два Хита Может Протокол Атаки Лучше Сделать Но По кому Стрелять В конце Концов Из пистолета У сиктоида В полукавре Я же смогу Выстрелить Из пистолета Потом Светошум У меня же Не завершает Ход Да Смогу Ну а что По шансам Змею Гарантирован Добьешь Мерсерка Не достаем Сиктоид Так А что Может Сделать Этот Упырь В смысле Наш Любимый Слон Он Подойдет Скорее Всего И там Уже Оценивать Нужно Что Он Будет Делать Я Протокол Кстати Не Везло Перед Тем Как Стрелять 89 96 96 96 96 Или Протокол Но Протокол Смысла Нет 46 65 65 Второго Сектоид Он Не Видит Блин Или Имя же револьвера надо качать, правильно? Вот и пытаемся револьвера прокачать Выстрел с пистолетом Хорошо Не завершающее действие И светошум На двух копейщиков справа С огнем, конечно, я зафейлил Серьезно так Копейщиков выключаем Мутон не успевает подбежать Насколько я понимаю Ну а тут, скорее всего, овервотч Потому что стрелять по фулл кавер сектоиду Смысла особо нет А копейщики Ну, короче, Мутон может просто первым побежать И я тогда Более полезный урон нанесу Или протоколом кого-то гарантировано Пока есть такая опция Ну Протоколом на берсерка Это что слону дробину Ему вообще плевать Да, вот на овервотче Ты можешь больше снять С богом, короче Сектоиды Надеюсь, всякая чушь будет заниматься Зомбарей поднимать Вот все вот это вот Горит один сектоид Пять хитов остается у него Дезориентирован копейщик один Копейщик второй А, мирный бьет Не, не мирный Зомбаря поднимает Зомбарь далеко Это очень хорошо Очень далеко Ой, там бочка есть какая-то Взрывать можно Вот смотрите, баг Это круто По-мирному стреляет, кажись Есть запас по-мирному Еще один запас Копейщики адвента Как правило, в такой ситуации Стараются Стараются сидеть за укрытиями Или переходить в овервотч А вот он побежал, да Ой, неужели добежит? Да, вот этот овервотч Который типа более ценный Чем протокол нападения Тихо-тихо-тих Не надо, не надо Это, кажется, просто Рывок у него был Ес Копейщик подходит Что будет делать? По-мирному стрелять? Это плохо Но мимо Ну да, он дезориентирован Там вероятность На 30 снижена Но больше мирных О, по-нашему стреляет По фулкаверам Это крайне маловероятно Итак, сейчас смотрите Какие приоритеты Топ-приоритет, конечно, мутон О, ответный выстрел Револьвер же отвечать еще умеет На, скотина Только мимо Сектоиды пока еще один ход Будут страдать фигней Гражданский еще один запас есть Тут перезарядка, скорее всего И стрельба по мутону Вообще сейчас стрелять по мутону нужно Прям вот Прям вот Очень нужно стрелять по мутону Флешек больше нет Гранат больше нет Тейка И вроде и подкайтить имеет смысл Ну, копейщиков полуукрытие Поэтому, скорее всего Может флангануть этого копейщика Да, тут фланга не будет Тебе Хода не хватает Так, оцениваем 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 У Белова Выстрел снайперской винтовки Желательно им добивать Купцовым лучше стрелять с места То есть перезарядка и выстрел Потому что у него магнитка И он как бы Мог перезарядиться в прошлый раз Ладно 90% попадания стреляем Раз Шесть попал Хорошо У Тей Единственный вопрос Она отступает и стреляет Или просто стреляет То есть с одной стороны Она тоже же танк Клевый Но у нее меньше хп Потому что нет Такого Но так она по крайней мере Попадет 100% Невероятностью Да, лучше так Крит, что ли? Или там нельзя критовать Понимаю Посмотри, какой он жирный, а Револьвер Бутон и не до... О, он капец какой жирный, а Копейщики будут работать Безусловно Пытаюсь Так вот еще Магниткой Хорошо Сейчас револьвер добивать должен Ну это просто жесть Как она есть 95 Снайперка 5 хитов Положительная вероятность Пробуем Хороо Ровно 5 И остается только хэвик Понимаете Только хэвик И... Я бы подставил его Подвел бы поближе Если бы у меня была возможность Хотя бы Хотя бы с фланга пострелять Ну плюс там еще зомбарь Слушайте, я могу по баку Стрельнуть, конечно же Если угадаю с виженом Они добегут Они добегут Они в любом случае добегут Это вопрос только Кого ты Если я поставлю без кавера его Сектоиды все равно панику будут навешивать Я могу получить по лицу просто Вот так ты можешь этого подэмэджить Ты же его все равно не убьешь Если не критонешь Да, есть такое дело Что делать? Сопресс тебе особо не нужен Да, метку надо было вешать, братком Вы абсолютно правы Это я забыл опять про метку Блин Метку в первую очередь На мутон надо было вешать А потом уже стрелять Ладно, просто стреляю Понятно, что сейчас копеечки пойдут Понятно, что они будут резать Три хита Сектоид горит, три хита Сейчас паника, должны все атаки всякие идти Дезориентация снята Сейчас пси пойдет у этого По револьверу Держись, Ревыч Дезориентация на него Он отвечает, но под дезориентацию уже, поэтому Не стоит надеяться на какой-то успех Мажет револьвер Один сектоид Зомбаря поднимает, да? Не, мирного убивает Ох, а это последний мирный, ребят Так, главное, чтобы хотя бы один промах был у мечников Чтоб они не нанесли Револьвера, нет, нет Два хита Ответишь ему? Ответь ему, Ревыч Я бы ответил ему Ревыч 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 А этот, кажется Все Этот пошел на мирного Бегаем Регион не спасли Командер, the aliens have slaughtered the resistance here Мы не можем позволить их отстать с этим Менас-1-5 Мы должны контролировать ситуацию И убить их отстать Контуженный револьвер Раздает Второго не убил, к сожалению Братком метку повешу, скорее всего Вообще, нужно сектоидов уже мочить Причем, скорее всего, сопрессить надо левого А левого ли? Я же его обхожу слоном И там уже неважно будет По вероятностям Она и так соточкам Главный крит не крит Не крит Мы можем сопресснуть обоих Блин Пяти мирных не спас А как ты его не видишь-то? Косяк сопрессим верхнего сопрессим левого тут овервотч сейчас чем милишный должен уйти может вот вот овервотча сможет быть да и 2 овервотч может быть нет второй овервотч стреляет по хэвику попадает на там арморы и минорное ранение причем он попадает отца а он попадает под сопрессом потому что все атака и чего промахнул сюда и милишник сейчас еще должен прибежать о ревоч отвечает из револьвера но у него опять же долго целится но милишник где жарко братку дезориентация снята даже я бы сказал снятым стреляем по верхнему 72 ревочем враги нужны убиваем левого товарищем вопрос только кем наверно титанчику он выше по званию и как бы апа не было опа вижу копейщика меняет дело копейщик кто сейчас прибежит но копейщика мы можем на самом деле поймать на уверен достаточно много народу которые могут себе это позволить да давайте сначала убьем этого копейщик скотины мирно убил тут перезарядка овервотч тут овервотч и тут овервотч не факт что убьем но голографическая метка будет повешена надеюсь первым делом повешено будет чтобы штрафы нейтрализовать от овера да вроде стреляет хэйвик да меточка шестерочка но он обречен и не должен убежать хорош ну я провалил эту миссию все равно ой да безликий же еще двое безликий где там но это мясо уже когда магнитка есть когда такие чемпионы когда на тебя мутон выбегает у которого там сколько двадцать пять как я не знаю сколько хочет бузлики это мальчик сравнись вопрос только кем его добивать наверное все таки револьвером чё подвисли то ее мое а у вероочного рукой прикрылся от пыль молодец заходит в окно чё двоих убьем за раз да изи просто изи сейчас покучнее соберемся 5 7 сколько у него хп 7 тогда по правому давай я тебя не боюсь револьвер и с руками и с винтовкой то есть ему лучше двоих мочкануть да то есть браток скажем снимает хп у этого у ближнего его мы типа руками добиваем руками молниями а второго скорее всего еще протоколом атаки под под шлифуем так револьвер руки молнии раз гарантированный киллс а второй из винтовочки но там может не пропереть поэтому я лучше протоколом нападения сниму у него еще два хита и тогда он точно попадя из винтовки может с пистолета лучше с пистолета точно попадешь давай там трех урона хватит даже минимального хватает все ранение исключительно косметически огромное количество киллсов 14 и убогая операция мирные жители спасены считайте не блин регион час отколется и я не знаю что с этим делать как собственно и бонус от этого региона разве данные для подключения снова у меня есть но я не планировал их тратить на да беда если ты не знал то дезориентированный берсерк наказать в принципе классно не знал ни у кого лвл апа нет легкое ранение и обычное ранение 39 человек убито втором месте титан модифицированный магазин планшет автозаряжение планшет наверное нужно будет тоже изучить а берсерк мне кажется гранат кидаст а оно не откололось оно просто меньше на 20 баксов меньше поставляет да эти 20 баксов засуньте фух а я уже думал сейчас мне развед данные регион отколется нет это не домашний регион слава богу ради этих 20 баксов так 24 часа так во первых сейчас дадут еще одну гренку ресурсы фигня мне нужно готовиться вот к этой миссии чтобы аватар с средства связи сопротивление 12 дней что 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 мне нужно там имидж может пригодиться ну инж полезнее чем материалы в данном случае хотя если сейчас листовая сделается я ее я арморчик не смогу купить ладно давай ну что я реально там на листовую же нужно будет потратиться а после того как листовая будет готова еще одна зажигательная граната но кстати не такая плохая то есть урона больше и рейндж больше сейчас мне делается кажется первый патрон в зоне испытаний черепной бур не хочу потому что материалы требуют хотя он нужен конечно же так собрали материалы полетели за инжен инжем сейчас новый месяц ну в смысле сообщение от совета я как броня появится сразу полечу на эту что сержант дон ксу вот это интересно кто и два ивента уничтожить при меня грубую больше солдат ок яд вайпера Ох Вот это хрень Раскрывать или не раскрывать? Не, не раскрывать Сейчас разведданные вообще не затратятся Материалы возьму Да-да-да, возьму Сейчас армор и на миссию Скорее всего так пойдем Или дождемся миссии квестовой Ну, в смысле, регулярной А потом на ту миссию Да Придется так Ох, 208 материалов и 100 разведданных Нейтрализовать цель нужно Можно, конечно, ее типа захватить, но нейтрализовать круче Уважаемые зрители Это последняя я миссия перед апом брони Когда вот реально станет попроще Когда снятие двух-трех хитов Не будет приводить к тому, что я две недели буду отдыхать А если я скипну? 100 разведданных, Вась 208 материала У тебя все здоровые, живые Даже Михаил вернулся Кажется Хрен, АС-2 Револьвер ранен И я ранен Слушайте, а что будет, если я скипну? Это же ничего не произойдет То есть я просто недополучу тучи ресурсов И кажется, эту операцию можно там дня три подождать Если я правильно помню То есть я могу дождаться револьвера и армора То есть я скипну? а что будет если скидную операцию совет регион будет потерян плюс мгновенная достройка аватара что страна не выйдет как тот раз не рекомендуется я читать умею мне нужно фактическая информация от эксперта в чатике ничего добавь повесит дофиг его знает так я сейчас прилечу мексика может быть все таки блин один день до револьвера хрен с ним то есть то что я здесь мне нельзя вообще ранение получать до армора мне сейчас нужно наоборот миссию брать с этим чертовым материалом который мы получаем недавние в тени если вы контакт обрывается это плохо а вот это очень плохо а ну у меня баф то от региона есть нет нет у меня бафа нет у меня блин бафа не в на д в в на на в в в в в в в в есть листовая броня так броня хищника костюм пау как за костюм сколько мне нужно чтобы сделать назначить исследование что я хотел долго мэг вскрыть я хотел для дроидов производства предметов броня вот он получение отряда 300 материалов как раститель к петлю сейчас еду на базу аватара или или сначала контакт восстановить сначала контакт восстановлю контакт восстановлю на миссии на следующий разогреюсь потом на базу так у нас доп ячейка получилось до появилась револьвер пришел в себя до доп ячейка это очень круто маяк имитатор там или уха сразу гренки пойдут медикит возьмем бабла нихрена нет правда разведданные кстати сейчас получим можем регион чисто теоретически сейчас так давай чуть-чуть у отравленные патроны с вот это как раз тоже под броню хорошая тема а там я еще делаю за неиспытанием боеприпасы для хэвиков костюм бы еще сделать с ракетой или инопланетные трупы давай сразу на 2 хэвиков там рокет будет а делать он быстро всего пятерочка правда кажется его не надо будет покупать после этого еще и люк пофиксили нет полноценного патча не было так сканю чтоб разведданные получить все разведданные стоп устанавливаем контакт снова с регионами 12 дней до окончания игры только 8 я буду подключать регион станции сопротивления готова можем новые контакты устанавливать были бы разведданные инженеров назначаем на новые раскопки или все-таки покопать здесь а это тоже техника станции связи дополнительные центр военных технологий там инж не свободен только стресса михаила я уберу тогда в цвт цвт а гремлина там нечего освобождать ну я могу гремлина в станцию связи сопротивлением но как бы пока нет в этом потребности экзокостюм через один день ничего я жду миссию одну получается да вот она разведданные 120 маст хэв конечно здесь материалы скрытые события капец и ученый численность врага а в новой африке что за ивент ядовитые боеприпасы сюда идем 120 разведданных это я еще регион смогу подключить один а мне это сейчас очень нужно чтобы пробраться в соседний регион и там на следующую базу адвентом поехали капец какая жесткая вообще сейчас сейчас с армором должно быть получено главное не получать все равно урон то есть армор не для того чтобы ты танковал а для того чтобы в случае чего блин ты не сдох экзокостюм не дождался но ладно благодаря армору у нас не только поднялось здоровье но и добавилась одна ячейка поэтому мы о светошум сейчас на все и на светошум хватит и на ядовитые патроны вопрос только кому эти ядовитые патроны ядовитые патроны кажется работают и на пистолет поэтому лучше всего револьверу уверен что работает пистолет до бронебойные работают значит и ядовитые работают и он раз-два травит 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 реле короче кидаем дальше у нас есть еще одно свободное ячейка у слона но там кажется светошумовая заходит или илюха нет ничего брать как так только одна типа граната доступна может она уровне выжилет сделаем на 3 бакса я думаю ты сколько на уровне жилета сделаешь одну десятую часть то есть по факту я словно ничего сделать не смогу снимаю на всякий случай все предметы вдруг там у кого что затерялось маловероятно что касается хэвиков я же хотел стоп а почему брюс здесь я же михаила хотела взять как бы у меня сейчас жилеты помогли а две свободные ячейки броня добавляет 4 единицы здоровья 4 и доп ячейка 4 так круто так у нас есть слушать а может 2 хэвика возьмем вместо скажем слона он же не такой опытный да выгони второго хэвика по крайней мере потому что у него будет две гранаты если мы берем тейку даем ей ядовитую гранату и можно одну огненную например нет просто одну ядовитую а в соседнюю ячейку будет же грядка обычным будет все то есть не использованы остается пока что только одна ячейка да и мы можем илюху поставить не снайперу снайперу поставить гранату какую-нибудь светошумовую например илюху дать михаилу а теперь задействованы все ячейки хорошо ребят поехали это генеральная репетиция перед следующей миссии в этой миссии я не должен получать в принципе ранение потому что если я получу ранение я не смогу использовать раненых бойцов потому что осталось буквально 10 дней в ключевой миссии которая оттянет окончание игры в новгороде мы оказывается у хэвиков ячейки есть да есть ну там гранату ты не поставишь вторую музыка громковата да ладно ладно сделать потише конечно поехали не торопимся не рискуем играем аккуратно сматываемся слева ближе к границе есть неплохая вышка но учитывая то что у нас пистолетный снайпер мне на эту вышку особо не так двигаться видимо нужно вот по этой улице со смещением может быть даже влево маскировка есть ходов мало поэтому давайте-ка давайте-ка интенсивно хорошо на фулл подходим остальными не торопись не торопись справа 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 шаги солдаты дверь открывает мутон это же это кто в общем там бронированный но это вроде не щит так ты уже видит и кого я там видел господи там мечник кто-то крупный то ли мутон то ли не мэг точно мутон скорее всего ага тут вышка на взлом вышка на взлом там еще фулл кауру вот почему я хочу туда здесь я лучше подбегу вот так я сначала сначала так вдруг я смогу с той позиции уже взломать смогу и так просто вот эти вот полуукрытия я не хочу инициировать до того как а здесь видите как хорошо и вот фулл кавер и вот если что сзади фулл кавер а тут фактически укрытия вот только вот здесь в стенке что не очень хорошо правда вот здесь еще есть парочка так михаил с маскировкой будет ли подходить да должен подходить надо ведь видеть куда они уйдут и если там полное укрытие то они же тебя не заметят даже если на тебя подойдут даже сюда забежал это слишком аркадно одного хэвика конечно нужно оставить где-то вот поблизости но ох там дальше еще пак видите по этой зоне видно что это не их вижен это новый уже вижен то есть здесь еще один пак я наверное пройду все-таки к первоначальному ну к пункту нашего назначения потому что учитывая ограниченность миссии по ходам сначала лучше выполнить это вот пожалуйста эти попроще тут офицер с серьезным запасом хп и два милишника может быть стоит начать как раз с них хотя они находятся достаточно близко друг дружке и одного хэвика все-таки надо оставлять справа на прикрытие если вдруг там спулится как-то не знаю как с другой стороны вопрос еще кто куда пойдет на полу укрытие это точно не мой метод ладно револьвера куда мутон да мутон выходят близко прямо на меня выходит а слева чуваки что хорошо бы чтоб они ушли вообще нет они рядом тоже следующий ход обходят с фланга увы маскировка с убирается поэтому скорее всего надо сейчас уже думать о том как мне вот этих барсаков принимать по-хорошему вот этих двоих надо отвести назад чтобы ну хотя бы вот этого сюда а того вниз есть но здесь не добегая видите как печально ну чтобы те дальние не спулились этого уводить отсюда нужно хотя бы потому что когда они будут разбегаться когда они будут разбегаться они могут сами меня флангануть еще к тому же то есть здесь скорее всего придется за полу укрытия идти так а флешку кто может кинуть если не ты револьвер может кинуть флешку револьвер как раз очень хорошо подходит на человека который остается и не овервотч потому что у него руки молнии выстрелы с пистолета и флешка то есть если надо кого-то как-то конкретно добить он справится то есть получается стоит ли тут сразу тратить газ кажется там дальше два милишника и лучше ну хотя газ и светошумовая газ хорош тем что он же еще арморчик уберет или не уберет он арморчик когда я мутон утравил а у мутона милишного не было армора я не мог там проверить газ не убирает армор то есть мне нужно осколочную сюда фигарить или огненную но огненное тоже не снимает армор так что получается я делаю вот так раз здесь овервотч здесь овервотч здесь уводим сюда за фулл кавер чтоб не обошли и огненная снимает единицу армора все снимают армор газовая должна убрать это кислота снимает не газовая армор что-то я не хочу экспериментировать если честно ты же вышку ломануть хотел хотел да забыл кислота снимает 2 армора у меня нет кислоты у меня есть газ короче поехали с богом пацаны ой господи надеюсь я на толковый овервотчин работаем главный что второй пак не пришел второй пак придет будет конечно жопа так по мутону шесть хитов снимаем раз три хита снимаем два один хит у мутона остается с овервотч бах окей револьвер то есть убивает мутоном и руками молниями старается да да старается конечно тридцать один процент я мое да потому что тогда подойдешь подойдешь руки молнии и светошимовая ну так фланга не будет так мы точно мутона добьем ну как точно 73 процента точно давай ревоч хорошо второго пока нет но верхнего нейтрализуем светошимовой эй не шути так блин я видел что было это вот в этом районе вот лучше не мышкой кликать а enter при этом нажимает то есть правой рукой не двигаешь а левый enter при клике даже маленькое смещение не повлияло никаким макаром на на так ну мы под каверами кое-какими у него конечно есть бонус но и дезориентация минус 30 . он может щит сейчас сделать просто на себя и включить не знаю что нибудь делать главное что второго пока опять же нет повторюсь все отстрелялся взрыв так ну я михаил наверно зайду у него дробашь как-никак подриктую его сзади молчать скотина и вольт смор пять ходов но машина прямо здесь то есть я не ну я знаю что там пак еще есть я конечно буду подтягиваться но не дальше чем вижу хэвиком и конечно же овервотч конечно же о я могу проверить как раз что по взлому у нас так не расслабляйся помнишь что после этого идет сверх опасная миссия аватаровская неуязвимость двум атакам подкрепление для фарма ну максимально будем 38 чекать но уже после того как мы да определенно после хотя сейчас как раз можно ломануть че у меня овервочи стоят здесь ход хоть не потеряю да я щас как раз подкрепление потом этот нет давай-ка лучше лучше надежней все давай хэвик вперед не согрел специалист за ним чтобы дверь ломать сразу же и а это просто дверь это не закрытая дверь дверь надо руками открыть опа враги только что спулились ну то есть не спулились но я видел что они там сейчас бачком бачком и то могу спулить и он вон он стоит блин ну как ты заметил ехать твоим налево а че их двое всего несерьезно что ли так ну я бы кислоточку закинул чтобы по маневренности их посадить там же милишный правильно давай какая перезарядка не шути так с войной поехали мобильность режем урон наносим газовая граната кстати она же взрыва не делает никакого да то есть если она же не должна уничтожать лут правильно так револьвер видит видит но без толком протокол нападения юзнем юзнем на мелкого да забиваем мелкого четыре хода миксер так а че браток о левелап у кого у олежки левелап двигаться не стоит сапресс сапресс может быть кстати да он же может стрелять без штрафа поэтому сапресс михаил валит хотя бы так за полу кавер ну кое-как смотрим что будет делать отравление единичка голографическая метка еще чё 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 будем делать стреляешь что ли хорошо промах три хода ребят ну есть время есть 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 ну что я предлагаю идти вперед и фланговать его это такая попутная разведка плюс уничтожение оставшегося их пакем а вот и новый пак этого я боялся офицер милишник и еще кто-то блин ёпп рСТ я сразу под флангом так ну здесь протокол помощи скорее всего на хэвика илюха возможно зажигательная скорее всего вопрос в кого а это у них просто хп добавилось это офицер это обычный то есть опасен только вот этот товарищ то есть светошумовую надо титаном кидать ориентировочно да вообще на всех он попадет да на всех попадет стало быть он может действовать протокол защиты повесить ориентировочно на хэвика убивает этого хэвик может флангануть вот этого упыря и скорее всего так и надо будет делать либо он кидает гренку ориентировочно вот так гренка которая ни хрена не уничтожит просто нанесет урон не очень нужно кем-то можно флангануть обойти обойти вот этого обычного сюда раз тогда мы его слушайте здесь же хэвик хэвик который гранатой может каверу убрать у офицера так 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 ладно давай действовать проверка раз может граната не 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 погоди кто кроме него может это сделать только он может тогда сразу а может быть может быть может быть здесь протокол защиты на него светошумовая сюда револьвер 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 ход плюс выстрел с пистолетом скорее всего так и с фланга по тому что винтовка тут как бы вообще по фулкаверу не катят поехали ага а михаил скорее всего илюху кинет для того чтобы вот прям вот совсем все хорошо было ладно михаил не выпендривайся зажигательным не надо сейчас рисковать эти 80 процентов проверять забей сейчас второй хэвик подходит сносит укрытие сносит два ну двух хп только аккуратненько чтобы не взорвать эту чушь хотя мы взорвем только это только дверь это очень хорошо мы можем даже сразу сломать дистанционно специалистам да и эти двери убрали укрытие не убрали это хуже так я могу пока не могу сломать хотел ну точно светошум и точно защитам а здесь револьвер стреляет по продвинутому солдату но эти без без а тут подходим на максимум и смотрим как мы можем кинуть илюху как на максимум да вот так на максимум не не надо на максимум слышь я сейчас они начнут попадать под светошумовое нафига тебе это нужно так мне нужна информация о том где вид где илюху видят здесь илюху видят а дальше вот на этой точке ты должен докинуть до нее не докидываешь а кто тут не видит ее а все видят нормально все кидай куда докидываешь так илюха должен пару выстрелов притянуть к себе но протокол я все таки помощь братку заряжаю это раз револьвером как получается стреляю по продвинутому солдату потому что на халяву и светошумовое сейчас светошумовое сейчас вывожу их из строя молодец вошел гренку не кинуть даже если она у него была она у него есть попасть даже с близкой а по илюхе ну все понятно илюха получает крит но держится еще два хита есть надеюсь что будет обычный солдат сверху ходить тогда ну он попадет по илюхе все попадает но смысл в том что милишный хотя милишный может стрелять сейчас по хейвикам но хейвик под протоколом и у него армор и хп много может овервоч просто а нет ой вау титану там досталось короче ребят два хода мы тут всех флангуем но надо не забывать про то что кроме флангований и всякой полезной темы нам нужно до контейнера добраться добраться до контейнера в идеале конечно надо специалистам и судя по всему он и побежит кого сложнее здесь всего убить даже не знаю тут руки молнии по дальнему или все таки с винтовочки сразу его ну как сразу тебе 5-7 и там 6 хитов сразу не выйдет тут можно с метчиком порезать но может лучше флангануть вот так вот и по тому пострелять ай ай михаил михаил может один ход подготовки подойдем их всех убьем просто без расчета на на взлом да давай попробуем сделать так подходим вот так хэви кого-то раз чтобы проверить да что никого не спулем хорошо может быть сейчас даже удастся спецом ее здесь скорее всего хэвиком не факт хэвик просто этого может убить ну и пусть убьет пусть убьет если не убьет револьверс пистолету добьешь так не стреляй по грузу вася ты скорее всего подходит вот так здесь мы просто флангуем этого чувака там здесь тоже его флангуем в первую очередь надо его убить конечно же вот этого товарища хорош крик молодец ну то нет ты подходит к этому а как мы его убивать то будем может сопреснить его грянку закинет не мы можем его порезать и хэвиком убить с очень высокой вероятностью да давай так крит отлично ох какая жаркая игра вообще я могу его взорвать но выпад то сто процентов так что я так и так попаду давай хорош и лоут и лоут яс давайте модули на оружие давайте давайте больше модулей богу модулей думать модифицированный лазерный и лазерный ех так и теперь наверное надо подвести последнего револьвера поближе и на следующий ход мы любым товарищам либо специалистам либо тяжим еще кто то есть да мы слышим один ход осталось блин такая просто все рассчитано пацаны Все рассчитано Подхожу Так, чтобы был просто вижен под взлом Да, есть вижен под взлом Взломать сундук И после этого я могу еще подфармить вышку То есть отступлю Сейчас посмотрим, что здесь Здесь дебафов не будет никаких То есть надо брать Навык взлома перманентно на 20 Такая халява, давай 69 Давай 69, прошу Вот это бы пораньше Это такая халява Просто навсегда у этого специалиста Навык взлома на 20 Но очень редкая штука Крайне редкая Все, базовую миссию выполнили Обезвредили Остался еще один пак Но я сразу начинаю перегруппироваться Под вышку Раз, два Плюс перезарядочки еще нужны Просто я не хочу сейчас Напороться на Отлично Отлично, что не спулили Ничего Раз Ну, подходим Скажем так Три Четыре Перезарядки всяким Перезарядка 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 Ну Так, теперь ломаем Причем ломаем На полную Просто на полную Либо получим неуязвимость Всему отряду Чтобы просить, конечно же Ну хотя там на два хода всего Но я хочу просто фармить 50 на 50 А, все очки потрачены Понятно Не надо Нет, не надо Рассчитано все Так, ну ждем Ждем под крепом Все, и спалились Я даже Подкорректирую немножко Будет очень душевный Теплый прием Горячий, я бы даже сказал Прилетают, пацаны Там я вижу офицера И двух обычных, кажется Но они плотные, конечно Это уже не по 4 кита Чуваки Посерьезнее, ребята И тут на них смотрит револьвер Как бы сразу Ну, все, побегали Раз Два Географическая метка на офицера Сразу семерку под зад Револьвер Его Мажет? Тоже мажет Двоечка Клонение царапины Что-то вообще Не понравилось, что произошло Блин Капец Капец Пришли Так, ну учитывая То, что там сектоиды Я думаю Надо просто валить От них Тут гренкой Задевать Укрытием короче отступаем получается да и ты же можешь дробовика просто взять ему минуснуть не жаль никого больше гренок нет ни у кого ну просто бегите и убивайте всех вплотную все какие проблемы что как маленькие так михаил может сюда надо смотреть кто куда может потому что не все выбегают стану пример добегает револьвер от уже нет просто реально гренка то слишком много получается проблем из-за этого гренку на двух дальних потому что я тогда смогу вот эти вот ковры использовать это браток не добегает точно гренку ну как бы да если что посопросишь давай отлично блин супер гренка и здесь та же самая хрень я такая гренка мне не нужно он давай так 93 крит раз лучше дальнего полы была майкера блин а вот я не уверен что револьвером надо так а что по меточки то браток же может метку поставить на сектоидов забиваем опаснее тот опаснее метку да ой попал очень красавчик я просто хочу револьвера за укрытие увести потому что хотя зачем за укрытие лучше вообще подальше за укрытие потому что с пистолета лучше пострелять иметь возможность на следующий ход тоже пострелять окей значит ты убиваешь ориентировочно вот этого вот или вот этого себя одинаковая вероятность а у револьвера как с вероятностью револьвер сектоидов видит поэтому 78 но лучше пробегу лучше два раза из пистолета выстрелить и отступить от сектоидов чем 81 100 но стреляем 100 поэтому мы даже с одного выстрела руками убьем и хорош все на этих мы убили тут точно мы не промахнемся титанчик добивает этого офицером пересек то это сейчас начнется фарш жесткий все сопреснуть можете его какой смысл сопресить если сейчас просто стреляй так что могут сделать три сектоида до казалось бы я там полу каверы но я надеюсь на зомбарей и на неудачные атаки контроль зомбарь хорошо прям рядом с штурмовиком с винчестером это как раз экспо пока нормально второе сектоид просто нарывки это чушь а третий сектоид еще зомбаря подними отлично еще зомбаря поднимает ну отлично думаю стоит увеличить долю ггс доходов кошка почему почему это дамя разумное объяснение я подумаю так вопрос первый будем ли мы добудем у нас еще целый ход по пси поэтому я сначала зомбаря а михаилом-то зомбаря не нужно убивать стану вот можно но не факт что он со своей магниткой учитывая отсутствие отсутствие крита он его в принципе не убьет может не выпендриваться и выпендриваться точно не стоит а кто контролирует зомбаря кто-то из правых миксер как миксер флангует не не буду я качаться типа на зомби мы проходили эти прокачки стреляем с критом хорошим крит пропирает сектоид умирает но x помимо до зомби падает здесь все 564 да можно револьверу будем дать немножко xp я постреляю наверное кем протоколом защиты протоколом нападения точнее а вот последнего сектоида кстати можно по спросить 4 5 точно убьем да давай давайте уже звание пора как знал как знал здесь перезарядка овервотч здесь просто овервотч мне нужно или сопреснуть его сопреснуть я все таки его а где еще один а зомбаряжем поднял давай сопрессим его до зомбаряжи там вдалеке не видел вот этого зомби можно кем-то еще поубивать дезориентации на револьвере ну чтоб фраги у других играл револьвер тут же ему отвечает кривым выстрелом с револьвером а титан тоже не нужен был килл в левом углу появляются да я посмотрим кому нужны еще килл этот как раз один ходит стоять боятся и моё да у титан с плюсиком этот с плюсиком михаил мерчук с плюсиком александра без плюсика маринин браток без плюсика братку проще браток перезаряжается браток убивает револьвер дезориентирован михаил может влететь порезать но на самом деле я хочу сапресса на этого чувака потому что сейчас он как раз будет стрелять а сапресс нужно еще найти место где его буду видеть и желательно чтобы это место было под кавром я не обязательно учитывая протокол защиты да давай так сделаем 1 ты выходит чисто полем для того чтобы сапресс нить потенциально опасного сектоидом я пойду подойду сюда и сделаю вербочек не хочу подходить вплотную если он стрелять будет там не пап не попадет он выбегает он выбегая тогда на дробаш вообще не он стреляет просто тогда маловероятно какая там точность минус 80 вообще что он был стоит сейчас давать kills кстати на 3 сектоидах можно на халяву качаться они же бесконечное количество раз зомбарей вызывает если это так то то изи браток подходит но он не обойдет но метку поставит 55 крит нифига себе может и убил еще 2 хита вообще ты нужно добивать но тэй хотя под меточкой может и попадет давай раз уж мы начали 58 да может вполне давай может повышение дадите а ну пора же уже ну чисто миссию прошли чисто выполнили все ни одного ранения дополнительные повысили 16 человек убили не раненых нет потерь увеличили навык взлома на 20 прокачались на дополнительной вышке на леймингах и я готов я готов штурмовать объект адвента особенно с его лапами и сейчас будет эта миссия которая должна нас спасти по идее слышу нотки анклав ушки в твоем голосе да ладно нет ну что я анклава 100 лет уже не смотрю так если тема поднимается заглядываю на там уже как ничего интересного три лавлапа титан специалист оценка угрозы или огневая поддержка я брал огневую поддержку насколько понимаю выстрел в режиме наблюдения происходит при любом действии врага а нет огневая оценка угрозы что а типа защита но овервотч позволяя цели оказывать огневую но время перезарядки увеличивается на один ход то есть мы немножко протокол нападения минусуем я наверное возьму огневую поддержку потому что перспективе у специалистов есть отличный бонус на овервотч что они там плюс 10 к риту плюс 10 к точности и учитывая то что у него меткость уже 83 как бы я наверное возьму вот так револьвер зона поражения вот его уже можно типа было период переучивать но последний скилл один на один который вот зона поражения стакается с двумя последними хорошо тут один на один он прям дпс револьверовские увеличивается классно так а у михаэла либо фан либо ранан ган либо маскировка маскировка мне кажется более выгодна потому что я в принципе через фантомы играю ранан ган конечно полезен но лучше маскировку дополнительная возможность проводить разведку так повторитель 5 процентов модифицированный крит десяточка и 5 процентов точности но раскидаем кому там получится я два и пера предотвратили солдат восстановился классно ну я жду их за костюм один день и лечу на миссию господи у меня что-то стрёмно там такая миссия там человек 20 и ну хотя на туретке есть что с губгеймс был бы экран нифига не видно застревает стим не сейчас нагрузка высокая но вроде как у большинства все ок я вижу по количеству проблемных пользователей выровнялось 8 процентов сейчас проблемных и лучше на саппорт писать ну или там у кого-то спросить что я хотел у меня бабла нет на доспех могу ли я собрать еще да я могу собрать ресурсы тут разведданные я могу во-первых на черный рынок зайти там только разведданные ну лучше через рынок полететь может модуль какой-нибудь взять что разведданные видите там еще можно взять нормально продать труп безликого труп копеечку труп копеечку продаем конечно же их много и они как бы не нужны кэш данных продавать не стоит труп безликого на 1 1 илюху можно взять еще может кэш данных продать так давай попробуем купить модифицированный приклад вот материала можно за 45 разведданных модифицированный приклад это окажется двоечка гарантированного урона 25 разведданных 45 45 хреново потому что не давай сначала слетаем за халявными материалами вдруг этого хватит сейчас дожидаемся их за костюма одеваем хэвиков них есть тяжелая броня сочетается бла-бла-бла обеспечивать экспериментальные тяжелые это кажется только одному хэвика то есть мы каждый раз должны этот костюм делать но даже так это круто потому что здесь у нас браток который берет оснащение вместо берет экзокостюм еще единичка брони еще больше здоровья и главное еще ракета появляется рокет ланчу класс то есть деньги мне пап по сути не нужны деньги можно ой слушайте партизан очки аж могу шестого взять я же до 150 сейчас мы шестого возьмем забыл совсем что мне лавы в лапы я могу а что еще могу взять персональные боевые модули короче размер отряда маст хэв можно еще абсолютное спокойствие на этот очень дорого-дорого но это для саппорта что типа меткости и возможность крита короче я продам все таки разведданные за материалы соберу этим соберу эти раз продам на черном рынке и нам миссию полетел уже пора блин арео получил до побилку так беру материалы все хватит 76 а что забил криво получил мне же интересно что там полезного снайпера получил общий вид а это а это он огневую поддержку получил о офигеть короче берете револьвера персональный боевой модуль на уклонение максимальный модуль защитный какой-нибудь ставите ну типа протокол помощи игры и жены и ставить его в кучу врагов но так чтобы не обходили любое действие будешь 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 из пистолета потом один на один будешь 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 по каждому на ход еще будешь будешь руки молнии и выстрел обычный даун и халяву это получил я в курсе это вообще класс так в партизан очки партизан очки точно сейчас мы учим размер отряд максимальный бабла нету ой господи я волнуюсь наберем тэй как еще одного хэвик у нас будет 3 хэвика два специалиста и снайпер что касается да полетели уже все аппарат тугу скоро будет у нас там 8 дней осталось потный сон это белка срабатывает больше один раз заход это каждый но она отличается от его снайперской то есть его снайперская один раз заход а то вроде как хотя посмотреть короче полетели ребят по-другому есть аптечкам так надо по способностям надо еще по модулям давай улучшение оружия сначала посмотрим здесь все ок здесь все ок 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 что хэвику дать мгновенное убийство свободно перезарядка ну хэвик свободно перезарядка хорошо заходит или размер магазину это я взял утки ну дал а у меня бонуса за континент нет а чё бонус то не доделал я же там же чуть-чуть осталось 6 дней давай как я притык будет вообще сейчас еще одна миссия может быть а я рискую о мэг мэг сейчас можем специалистам еще успеть гремлин 2 так что и следуем поломка турели вскрытие адвента берсерка наверное все таки или кэш данных планшет нужно кэш данных брать или все-таки для хэвиков мутона не давай гранаты производства вот он гремлин сплавов 15 не хватает так а если я пойду на этом сплавы куплю михаил заиграешь сейчас но мне блин гремлинов если для двух специалистов там же мэки там же турельки это так не лапнет просто успели я так давай сделаем следующим образом тут без взлета 1 теперь у нас есть бонус абсолютно оружие теперь на черный рынок три дня осталось карл три дня сплавляем последнюю купить вот сплавы 50 развед данных ладно подавись я все равно кэш возьму теперь гремлинов а по им там там и урон будет и ах и двадцатку смотрим просто смотрим разницу и наслаждаемся там еще же у меня специалист который спец двадцатка титанчик улучшение оружия доступны благодаря тому что да свободный перезарядка мгновенное убийство размер магазином да конечно сейчас навешиваем всем кто артем орлов нет ты да свободная перезарядка горюткин нет он нет павел белов о повторитель мгновенное убийство все все моды накинул теперь смотрим на разницу в гремлинах а вот есть улучшение еще одно нет улучшения во оснащение гремлин 2 гремлин 1 дополнительный взлом 0 а тут плюс 20 плюс у него еще насколько я понимаю не два урона при атаке а 4 то есть по мекам будет 8 и по турелям соответственно так ну теперь осталось только разобраться с этими со с ячейками и миссию выполнить ее мое тоже гуф через три дня полетели давай так 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 значит ты у нас двумя гранатами титан светошум и хил потому что у него есть табилка соответствующая павел кузнецов у него первых два армора это очень важно потому что он танк у него больше чем остальных хп из-за экзокостюма из-за персонального боевого модуля на единичку револьвер у нас ядом стреляет я забыл об этом прошлом миссии есть один илюха можно в принципе сделать еще одного илью если хватит бабла не хватит бабла к сожалению можно аптечку сделать просто потому что она как бы другой категории и я там не действует тогда не будет что готовы два качаных специалист 2 хэвика один топовый 2 на поддержке классный снайпер отличный штурмовик илюха да это иллюзия это моя комментатор ну или увидите как пофиксили во первых он не всегда попадает там кавер не кавер пофиг и стоит он дороже поехали это что-то вроде квестовой миссии нам нужно убивать объекты аватара для того чтобы не проиграть сейчас я хотя бы себе месяц выиграю даже если сразу после этого будет удар но миссия сложная монстры там актуальные их убивать сложно потому что их много тупо мэков ломая блокируем туретки блокируем ломаем по ситуации в общем по вероятности первую очередь ломает титан поехали потому что он там чемпион ему буры не хватает атак он молодец а можем просто убивать для надежности потому что гремлины есть и ой сколько хп у хэвика так миссия не на время ни в коем случае ни в коем случае не лезем не рашим эвакуация понятно цель тоже понятным так и мы в инвизии еще то есть флаг тебе в руки пожалуйста я думаю надо делиться на две группы хотя бы чтобы угол был разный первым идет у нас михаил михаил вообще далеко далеко есть противник змея сектой револьвер форсирует да потому что он с пистолетами ему чем ближе тем лучше а зачем форсировать мишу тяж нет ограничений на количество ходов что ты что ты делаешь вообще вот что ты делаешь только что сказал что не нужно торопиться и сам полез овервочи 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 нормальное укрытие я в шоке просто от себя слева еще кто там солдаты в здании судя по топоту по полу металлическому все кто это идут в нашу сторону с змеей нет ну или куда-то туда не в общем налево наверх видимо пошли итак у нас есть две проблемы два пака который непонятно где сейчас находится пожалуй револьвером аккуратно full cover чуть подальше за загляну есть архон и еще один пак че класс архонта извините уже плотный есть три пака минимум ждем позиции мне хорошим кто-то здесь кто-то справа слева проверим хотя бы что за пак все те вообще идеальный позиции у всех полкова все приблизительно одном уровне дверь открылась так то есть вот эта дверь открылась кто-то внутри чисто в теории я его вот так вот увижу да нет чертовы скрипты но они дверь открыли планеты где дверь то это дверь но она закрыта что не автоматически закрывается слишком мало инфы во врагах может сместиться сейчас пока не поздно в какую-то сторону не спалить всех сразу я тут могу с полицей не вижу вот где я так а тут видите мы типа уже спалимся а это потому что мы дверь типа с ноги откроем ясно ладно я смещаюсь влево и от архона куда-то сюда потому что хочу сначала не хочу это находить оказаться между двух огней понимаете просто нет такого желания почему-то лучше сместиться потому что сейчас я нахожусь рядом с тремя паками понятно что за пак еще слева и справа понятно змея сектоит архон и солдат или два солдата а вот слева судя по всему там солдат точно есть в этом паке да ёморо справа змея 5 дверь проверяем здесь зданием никого сюда идем слева двери открываются теперь архон летает где-то справа змея ползай ну что я открываю дверь получается смотрю что внутри лично все узнал что внутри открытую дверь одненько вот давай где они все увижу а ну да слева змея и солдат идут мою сторону наверх и вот опять я блин в патовой ситуации то есть если я сейчас начну замес с архоном то скорее всего пак который слева услышите выбежит потому что я очень близко нахожусь а если я буду заходить сюда ну то есть или как ну короче надо наверно внутрь заходить просто и смотреть где они нет никого но они там ходили я слышал лично и вот так вот нельзя идти потому что они могут быть за зданием да так мы слишком много шуму ладно я подожду я не говорю только надо этого убрать сюда чтобы архон если что не подошел не заметил так ушел архон эти слева где-то ходят первые десять ходов вообще ни о чем где ну вот но это понятно все особо не сомневался ладно давайте тогда я буду забиваю на архона не буду я рисковать просто захожу 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 товарищами внутрь кстати ошибка сейчас была надо на фул сейчас нет сейчас вот как раз не надо на фул это и уважен надо реально было с самого старта выбраться либо левое либо правое здание идти четко в него потому что идти между это значит ты спулишь то что слева то что справа и то что по центру можешь спулить зачем такое счастье непонятно так ну что я подхожу сюда ориентировочно открываю дверь у меня могут из окна заметить конечно слева открываю дверь да вы издеваетесь они попрятались все знают как потроллиться там еще одна дверь слева так нет давай-ка ты аккуратней будешь о фукавы а 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 нет в а unlaku вы слева причем мег судя по всему Давайте я дверь эту открою Мне кажется, там был металлический такой бег По траве Где они все? Туда просто Змея Кто-то справа Тоже по зданию Короче, двигаемся сюда Слева никого, несмотря на то, что был шум Может они на втором этаже просто Хотя бы увидел, скорее всего, их Ну, я решил все-таки проверить слева Как перетел, как выходить Кого слышишь? Понятно Окей Работаем Ты видишь кого? Не видишь Михаил Вперед Здесь Вперед Обошел Обошел их полностью О, слон еще не ходил И тут же пришло уведомление О, я стекло разбил Не обошел А почему маскировка не спала? Или я далеко от тебя находился? Открывай Вот Нет, не вот Господи, я уже до этой штуки дошел Я где-то три пака пропустил по дороге Сейчас туретки будут Туретка была одна, кажется, справа на этом В конце этого состава На вагоне Да, в прошлый раз я по-другому в этом месте проходил Ну и пофиг Вообще пофиг Слева Дверь Солдаты О, еее, ну наконец-то Причем пак такой вообще никчемный Офицер Да солдат Учитывая то, как они идут Ко мне Я возьму Михаила Фулкауров нет Слушайте, они сейчас прям меня сейчас прям спалят Прям спалят То есть я Я Мишу спрячу А остальных надо Че ты двоих боишься? Вот че ты их боишься? Вообще непонятно, почему Такое происходит То есть все убивается В один ход, буквально на овервоч А я че-то стремаюсь Не знаю, как это объяснить Ну чего? Гряночка пошла овервоча Раскидываем Кого оставляем? Револьвера оставляем Традиционным Работаем Мака ведь это вообще третий трай По большому счету Если не считать там первые миссии По сути это третий трай Или четвертый Мы все работаем, ребят Начинается меточка От братка Офицер минус А, оба минус Левел ап Кстати, левел ап У кого? У слона, что ли? Нет, да, у слона Второго специалиста А вот сейчас Я беру Михаила Который все еще в маскировке И иду им прям вот На разведку По ходам мы не ограничены Мне бы сейчас туретку увидеть Она тут вроде Да Вот и будем ее ломать сейчас Ломать ее полностью Титанчик, давай Тяжелую турель захватим Это будет круто Разведышки Не та кнопка Там пять, а не шесть То есть надо было шесть нажать Нажал пять Слева Я внутрь пойду Я на правый пакет забью Потом, возможно, с ними Как-то поговорим Но, по сути, мне Главные миссии выполнить Опачки Ничего себе Бригада какая Ой Ой, я, пожалуй, вернусь Ой, они меня сейчас могут спалить Даже тех, которые Так Давай-ка сделаем следующим образом Мы смотрим Где они меня Они меня здесь уже прям видят Вот тут не видят Я занимаю те позиции На которых они мне не палят Так, чтобы можно было Да как? Там не было Скотино Там не было Было видно Я каждую клетку проверил Так, ну тут вообще Светошум нужен Чтобы ни гранат Ни цеплялок Револьвером надо Выстрел поделать Вторую гранату закинуть Короче Выстрел осколочный Должен быть Еще укрытие Не завезли Осколочный Я здесь не запущу Из-за угла Вот здесь запущу Ладно, давай Так, осколочный куда? Мутон плюс ближний, да? Как обычно Разве что так Снести укрытие у того Да, вот так надо накидать Это раз Ой, блин Странно, какой-то Может смежные клетки Тоже считаются Я реально проверил Те клетки, в которых он бежал Так, вот того я укрытия не снес Здесь Илюха на всякий случай есть Флешка у кого? У Олега Купцова Он, в общем-то, флешка-то может и докинет Да, докидывает То есть протокол Можно юзать Защита Причем у него протокол с овервочами Надо понять, кто из них будет стрелять По кому, точнее, будет стрелять По хэвику В... По этому хэвику будет стрелять, скорее всего Здесь будет выбирать полу-ковер На Илюху протокол особо не нужен Короче, протокол защиты Плюс 30 же Гремлины еще грейдят протокол защиты Классно Не 20, а 30 Хорошо Так, и флешечка пошла Чтобы ни яд не смогли Ни цепануть Ни гранату кинуть По всем Великая вещь, конечно, флешка Но да, как я Без них раньше обходился Так, здесь Вроде как напрашивается еще Ну, яд не яд Не, не напрашивается нифига Этот яд Можно кинуть гренку Чтобы снять укрытие И... Только надо это сделать так Чтобы ты был под фулл-ковером Отсюда ты гренку не докинешь А здесь полу-укрытие И, соответственно, стрелять будет по тебе Что? Револьвер Отравить может Но он, скорее всего, у руки молнии И один на один Но чтобы все получилось Лучше все-таки у Мутона снять армор То есть все-таки Все-таки Я должен кидать Гренку разрывную саппортом Таким образом, чтобы... Да О, а тут фулл-ковер наверху И приоритет по мне будет ниже Потому что... Да, отлично Фулл-ковер Вот хорошее место Ну, главное, по Мутону Попасть Да Ты серьезно? Попробуем все-таки, а? Даже я бы оттуда гренку кинул Реально, не хочешь Капец А как так? Че, сделал шаг, кинул гренку Есть гренка еще у Майкера Но не хочу тратить Ладно, давай сносить кавер хотя бы О, вот так вот Кавер и змею И у змеи кавер Вот это хорошо То есть еще О, отлично Сейчас револьверу слово Или сначала тейп проверят Проверять кого? Проверять лучше змею Потому что по ней Точность лучше Хорошо, значит, револьвер Добивает змею Короче, сначала он делает Руки-молнии на Мутона Скорее всего На Мутона на этого Раз Четыре армора Но отравление вешает И теперь просто делает Вот так вот Один на один Выбивает змею Их остается двое Они дезориентированы Кидать гренку не могут Стреляют с большим штрафом И Илюху, наверное, я Кидать пока Не буду Тогда не надо их Илюху кидать А что они сделают? Мы под каверами Под защитами У них дезориентация Тут попасть крайне сложно Ой, справа еще идут В здании Как бы не вышли на штурмовика Стрельба по хэвику Мимо Он должен ответить Кстати Под протоколом Давай, отвечай Паш Паша Не понял Или это я не тем протоколу Навесил Вот это плохо Вот это я не рассчитал Как она набежала Короче, револьвер Сильно ранен Капец Как я не рассчитал Как ты вообще попала Для начала И как ты доползла Блин, дотуда Ну и все Приплыли Я мое Рева ранен Есть хилка Нормально все Сейчас мы их добиваем По мутону Меньше всего Народа сможет стрелять Поэтому начинаю С мутоном Мсти ей Надо было Конечно же Хэвиком сначала Ставить метку А потом уже Выпендриваться Можно протоколом добить Можно грянкой добить Можно как угодно ее добить Не в этом Не в этом тема Тема в том, что Револьвера ранен Так, стоп Я Михаила отведу Потому что там Кто-то внутри Не хочу спалиться Раньше времени Здесь мы лечим Реву Возможно даже Два раза Там, кстати, не так сильно По хитам Чего? У нее снялось 7 Четверочка Это армор И мы ему, кажется, еще Так, тут горит Горит-горит слон Слон горит А, вот так а как что делать аптечка мне отгорение не случайно не это самое я оттуда не убегая все я сгораю тут огонь аптечка снимает огонь или надо дождаться пока догорит он такой вопрос аптечка снимает ну отлично тогда тогда я просто лечу себя откуда там вообще огонь тоже непонятно тейку убираем оттуда потому что мало ли что и двигаемся в сторону вот сюда вот центр двигаемся опа все пошли overwatch пак а кто там там мэг или короче паша попадает сразу голографическую метку ставят еще пятак урона влетает кто это это солдат уже умер второй офицер третий щитовик кстати по всему еще бежит отлично еще стрельба от тэй да и мажет к сожалению но в этом есть еще over фиг знает окей что теперь да бомби просто бомби бомби их полностью михаил еще не спалился есть газовая остался мне только один светошум но есть еще илья них фулкавры весьма прилично все была птуретка сейчас было бы значительно проще бегать опасно штамм не зачистили и укрытия нет участием скорее всего надо накрывать каким-то клёвым а у е типа газа или рокетом и при этом скорее всего либо илью тратить либо светошум братком бы я у е не тратил чтобы он выстрел с голографической мы по крайней мере одного уничтожили соответственно у кого есть граната михаил есть граната у т есть граната но это не та граната которую мы ищем еще укрытие нет так да может двумя протоколами дальнего убьем сколько у него хп 9 хп как раз не хватает а у меня же два сапресса реально два сапресса ну правда гринка может прилететь но не докинет скорее всего гринка да давайте просто перестреливаться чего я туплю перезаряжаю стей раз здесь сапрессим до всех сапрессим проверяем кого видит ты чтобы не зас да она тоже обоих видит подавляем раз подавляем ну этого два соответственно экономим экономим светошум каверов нет а хотя я отсюда увижу его и стреляем по ближнему так как на нем метка поехали 45 раз 1 револьвер так мажет как экран трясется у меня вообще прям полное погружение есть еще титан но без протокола атаки стреляем опять же по а голографическое на дальнем стояла капец я думаю чем я снайпер уже стреляю чем такой кривой выходить из инвиза мне же маскировочка 1 давайте выйдем из инвиза давай ну 76 рабоша ну все убили вроде там даже его да 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 я понял но остается один вроде гренку не докидывает слева кто-то идет поскольку сейчас рида ой сверху короче пацаны это миссия последняя ну либо убивают либо мы выигрываем змея и сектует этот стреляет по револьверу полу кавер мажет сапресс минус 50 кавер с 20 у него точно 75 револьвер ему отвечает из и вы не поверите револьвера попадает на четверочку красавчик и отравляет его еще всю жизнь ему отравил так на плечевой противник сейчас это змея который мы не флангуем а что видит револьвер вообще он троих видит 11 подскалькируем по всем троим это надо использовать ребят только желательно снести кавер то есть попробуем сейчас гренку закинуть сюда чтобы снести каверу змеи раз уж миша открыл свою позицию и чтоб сектует еще умер по змея чуть не попадаем но кажется мы не сможем попасть кавер главное снять поехали это раз падает сектует получает три урона еще с еще три урона ковру змеи не сняли дальше три урона получил если чем еще гасанута тракет еще есть в принципе мы можем 47 ну да можно так да давай так ничего если кто это можем не добить и главное змею на дэм джит все кто это добили добыча уничтожены нет да поторопился можно было не делать так а змея не флангую слушать я же змею флангую уже сейчас вот она змея 92 можно было протоколом но как бы 92 надо промазать правильно убиваем змею здесь что здесь есть наверное протоколом надо страховать но вообще револьвером пробовать убивать 50 на 50 с рук и сейчас из винтовочки попробуем еще дябнуть давай-давай-давай-давай сад 9-57 фулка вручу последняя проверка от эй 44 вдруг попадет и сэкономили но лут лут пацаны уничтожен будет мне уроком перезарядка overwatch слева опять кто то есть солдаты так мне нужен ход на перезарядку тут у некоторые вообще пустые здесь все в общем-то хорошо вот пустой хэвик например пустой слон и пустой хэвик 2 проток такой смотрите плотный и это не предел до сверху сверху издать ли в маскировку вот еще вопрос скорее всего да нужна разведка я знаю что вы есть враги и я хочу узнать кто они как они стоят так цель о бэк там мэг и два солдата почему это вот как раз скриптовые темы то есть они были когда я первый раз здесь был на тихоньку подходим я же их не увижу сейчас правильным я не же другой стороны или прям по курсу до них тут топать и топать ищем это пол ходиком они стоят на месте а мэка можно дистанционно ломать правильно надо только вот протокол блокировочки но это слон протоколит попробуем титаном есть причем это мэг первого левого то есть его под контроль реально взять сто процентов оглушение 50 временный контроль оглушение 50 бы не сработало и тогда бы мне пришлось с этим мэком воевать по-другому отключен но я жду когда вот мелкие подойдут они же должны сейчас агрится правильным не не согрелись нифига ладно я захожу вот обычные лемминги надо их по-быстрому убивать увижу отсюда хоть фига отсюда увижу как спулилась опять вы содрали уже со своей странной музыкой ладно револьвер давай не будешь подводить века мочить будем давай 82 чего всяко лучше чем вот сейчас они прибегут ну я же их не использовал в конце концов нет им пофиг давай солдата по сопрессим окей они стоят они ничего не делают а и протокол помощи тогда на того кого они видят на тэй да протокол нападение ладно все равно два заряда мы к сейчас будем потихонечку дэмиджит ну как потихонечку сейчас почти все хп с ними у него 8 классно что я этих гремлинам прогрейдом все-таки то вирус что-то вирус все еще один ход мэк отдыхает эти действует один под сопрессим я надеюсь они будут действовать подходит куда по кому как нифиговая такая дистанция чувствуется это его не смущен не смутил вообще нисколько все это решается так мэка добиваем до револьвером есть ни фланга ничего можно конечно михаила спалить он тогда фланганет гарантирован 1 убьем но наверное стоит просто зайти вот так и флангануть того чувака тэйкой это же обычно не даже пушки такие что как бы сильно даже если попадут сильно не пробьют просто можно еще одним протоколом протоколом нападение его убить можно попробовать поставить на него метку но нет протоколом тогда ладно чё рисковать даже не хочу проверять если нужно будет сломаю вышку там или еще одного мэка какого-нибудь так у нас осталось не так много то есть это последний кто непосредственно охранял цель потом дропы и эвакуации возвращаться за там всякими архонтами я не буду точно что и долго и нафига мне лишний риск и так на убивал хорошо и такой состав офицерский только-только хотя сейчас я получил все-таки живу револьвером урон так потолок падает как-то не нравится мне это все заходим опа вот это попа два сектоида и это я просто сейчас не в укрытии совсем и на полпути два сектоида и змея змея топ-1 сектоидами как-нибудь да ой бочку могу а я в маскировке я в маскировочке отлично хорошо тогда просто смотрим это будет кстати непросто посмотреть учитывая то что крыша будучи смешать мне тени норм давай full cover 1 револьвер видит бочку но она по нашу вроде никого не задевает как зачем она подсвечивается револьвера на full подвожу хотя у нее светошимовая не надо было так рисковать тут овервотч овервотч не надо так рисковать надо там нет риска просто смотрим как они ходят есть можем сейчас на овервотч поймать есть идеально просто идеально потому что сейчас будет и мой овервотч мой ход конечно мажем мажем кто туда попадет я надеюсь есть еще один номер хелик второй нет олешка попал уклонение царапина всего два урона и еще овервотч этот хелик он последним к сожалению стрелял ветка промах так сектоиды не страшно а вот змею надо мочить так револьвер видит двоих откатились скиллы михаил сейчас спалится и вполне возможно ему как раз нужно врываться просто не мочить гранаты вряд ли светошим тоже не нужен по сути то есть мне нужно сейчас занять позицию и стрельнуть так чтобы поставить метку на нужного человека а нужный человек это змея соответственно браток подходит метит метит вайпера пофиг что промы главное пометил дальше у нас револьвер видит откуда можно всех троих задеть фулкавер конечно да пофиг подходим каждому по выстрел давай может отравим может попадем 2 промах промах 2 фигово до миксер будет мочить змею только вот откуда не пойму лучше подойти к ней может хэвиком вообще обойти а сектоида лучше мишка убить да давай так сделаем никаких с опрессом что мы атакуемся того что змеем и сейчас убьем в любом случае так или иначе сектоида не будут стрелять если есть товарищи под укрытием болин смея живучая скотина слон остался он может за протоколить что гарантированно змею убьет на давай а я тогда к сектоида пойду критовать михаилом с тыла поехали да да я понял сто процентов 80 крит здравствуйте критану убьем все теперь остается из пока один сектои он вызывает зомбаря ну и и чем ничего страшного подойдем еще чуть-чуть кстати клетка ошибочные было овервач сектоид побежал на этот овервач напарывается но вряд ли я его убью конечно 7 хитов нифига себе мог убить да там ерунда оставалась о вот этого я не рассчитывал ну хотя сектоид глупые вы видите не стреляет с фланга а пытается зомби поднять меня как-то этим удивить стоит ли убирать сначала зомбаря я думаю да причем сперва необходимо стрельнуть по сектоиду метку поставить пока не забыл убили зомбаря короче так я думал меточку поставлю там пока не забыл он взял и попал перезарядку овервачем идем к точке но после этого будет будет дроп или он сразу нас ждет за за стенкой эта дверь не дверь это не дверь если выходить надо либо отсюда либо оттуда чем сразу выходить эвакуация будет слева давайте тогда налево будем сдвигаться чтобы у нас была опция либо с паком сражаться или с паками сражаться либо эвакуироваться поскорее всегда вот чем больше вариантов чем больше выбора тем надежнее потому что все таки мы часто я часто себя сам загоняю в такую ситуацию в игре просто потому что не перестраховался есть еще илюха так имеет смысла я думаю сначала пробежать проверить и подбежать соответственно ой туретка туретка пока меня не видит но вот хорошо было бы ее конечно захватить с какого-то места она меня видит я сейчас заберусь я хочу и увидели начало раз увидел контроль или протокол контроль или протокол сейчас посмотрим надежный конечно ее вырубить на вероятность близка к 100 один туретка не первого лавила тяжелый триль так что даже блокировать будет не гарантированно нет стоп давай блочим да видите я бы я щас опять же не взломал а так мы ее сейчас спокойно уничтожим а прикиньте какая жесть была бы я беру девайс идет дроп врагов я выбегаю прям по туретку щена из такой расклад прям топовый сейчас у нас есть время для того чтобы да что ж вы бочку то эту ненавидите так люто все выходим и стреляем по туретке начинает браток естественно потому что у него голографическая 4 армора это надолго и главное они еще минимальный урон выкидывают свой из возможных здесь хороший урон будет 57 минимум душечка зайдет а нет 5g как юлейте блин вывожу снайпера на следующий ход чтобы он из винтовки они из пистолета что из пистолетом будет очень долго его морожить так 3 не работает есть еще один ход и не 5 хп 5 хп 5 хп но наконец-то это выбил больше чем минимальный свой урон револьвер не выбьет хэвиком надо 46 не снимет в любом случае грен таких чтоб на взрыв уже нет кажется мы все про тратили револьвер не видит еще турельку класс чем справились конец так перезарядка и эвакуации перезарядка и эвакуации и от бочка не нравится маячит 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 все миксер подходит к точкам ничего не делает да потому что так я пол хода сэкономлю все и только теперь мы берем склянку секретного объекта кстати кажется мы эту склянку если исследуем то еще понизим аватар на единичку а вот и ребята а прикиньте сейчас выбегал бы сзади туретка впереди пак вообще класс лучший расклад я считаю ну надо подходить половинка плюс овервотч естественно тем более мы без михаил это все равно отсюда не свалим михаил кстати тоже может вот сюда и на овер встать даже можно поймать кого там ой стоп не они не могут стрелять они не взорвут бочку рядом с которой я стою они просто в этот ход ходить не будут и чего там мэг нет щит ну короче там три человека милишный плотный бронированный и командир офицер точнее капец ребят давайте постреляем хорошенечко хорошенечко донат кончик стреляем по бронированному к сожалению это очень плохо ну не все не все шесть хорошо по офицеру револьвер из револьвера отравил ох вообще жесть пять урона короче это мясо там я не знаю кто жив еще но один офицер точно мертв да двое живы но это жизнью сложно назвать тут как бы у одного два хита у другого семь плюс броня но теперь нужно конечно подходить и мочить ники ховер о чем у них нет поэтому просто просто мочим руки молнии на этого раз пофиг что урон будет фиговый сейчас мы еще пару выстрелов по ним сделаем 1 на 1 ой нет 1 на 1 ты по бочке еще можешь попасть я сейчас так мог зафейлить вообще 1 на 1 реально сейчас револьвер выстрелил по бочке и минус 3 у меня было бы такая дичь огонь я вот не сразу вот если поторопился реально это был бы такой фейл жалко да что не не прожал кнопку простите пацаны гуфы не будет ну ребят на убивали знатно конечно киллсов масса просто так я не буду дальше проходить потому что есть вероятность что там в принципе был еще какой-то пак а лучше сделать так чтобы я на свой ход эвакуировался вот так оно и происходит раз два три четыре блин мы живем пацаны четвертая часть мы живем магнитка бронька спецы неплохие снайпер револьвер все класс три дня оставалось до конца игры 22 человек из 24 одно ранение но ранение серьезная оценка отлично все довольны улыбаются 22 человека убили 22 круто и то одного ранения я вполне мог сбежать так так секунду давайте в кажется были у меня лава лапы какие то да я не помню правда у кого да у слона раненого как раз я ему возьму скан чтобы брать на террор револьвер ранения но не серьезная склянка приклад какой то нашли шифрование пришельцев материалы аватар снижен на два новой сейчас я вернусь ק . . во-первых сколько отдыхает 10 дней терпимо следующая миссия без револьвера аватар сняли живем теперь нам нужны разведданные и подключать следующий регион возможно замутить здесь вышку пока есть время и пока я не не получил данных из стопа мне казалось что их быстрее получу чем там не все ивенты показываются а я мутона вскрываю вообще а может тогда я разведданные просто возьму там были разведданные в одном месте зонда 10 до разведданные этот упаден сейчас но в следующей части мы будем подключать новые регионы уничтожать вражеские секреты и новые объекты так экспериментальные патроны дракон наполнительный урон поджигает это не то что нам нужно на самом деле экспериментально еще делаются до решается пытается уничтожить грубую снах а больше солдат каждой миссии хорошо уж три вальвер еще успеет вернуться два доктора у нас в значительный прорыв вот это вот ивент надо боеготовность бдительность ну разведданных мне в принципе нет материалы игнорим разведданные берем сколько папа аватар еще плюс единичка нормально у нас там модуль спутниковой связи есть так у меня инженер это не сачкует надеюсь там же копаем мы да все заняты хорошо последние секунды 56 разведданных ё-моё я пожалуй здесь делаю вышку что тут два региона мне разведданных не хватает и стоимость становления контакта будет снижена я не успею это сделать потому что сейчас будет миссия скорее всего разведданных у меня вот аккурат под то чтобы инопланетные обломки хорошо материалы сейчас главное посмотреть смотреть что здесь делать ну и на расчистку пущу сюда двух инжей там и сплавы и материалы и эта локация но вот это место центральная под мастерской она уже расчищена понятно а вот и миссия ну хорошо она неподалеку здесь и это как раз разведданные деньги очень нужные миссии но перед этим я с вами попрощаюсь с этой миссии мы начнем следующий раз спасибо что смотрели сегодня конечно такой хороший прогресс произошел если пропустили запись сейчас зайдется будет заливаться на youtube и к середине завтрашнего дня она будет уже на канале гудгеймов скам на ю тубе или в разделе видео на гудгейме но чтобы не пропустить следующую трансляцию подписывайтесь на стрим и получите тогда уведомление как только будет проанонсировано следующей трансляции благодарю за внимание пока